Одной усердной работой в мире ничего не добиться. В этом вся проблема. С самого детства ваши родители говорили вам, что если вы учитесь, как вам следует учиться? Учиться усердно. Если вы должны работать, как вы должны работать? Усердно работать. Вы все делаете усердно. Если все делаете усердно, то ничего не произойдет. Вы будете словно осел делать все усердно. Никто не говорил вам, что вы должны учиться радостно. Никто не говорил вам, что вы должны работать с любовью. Они говорили вам, что вы все должны делать усердно. Свою жизнь они уже сделали очень тяжелой. Теперь они хотят убедиться, что и ваша жизнь тоже будет тяжелой. Зачем вы так усердно работаете? Для чего вам нужен тяжелый труд? Если вам тяжело, то вы должны прекратить такую работу. Если вы можете выполнять ее радостно, тогда работайте. В противном случае не стоит, не так ли? Если в процессе работы вы станете несчастны, тогда какой в этом смысл? Как для вас, так и для окружающих. Просто сядьте у входа в храм и просите подаяния. Кто-то бросит вам одну-две рупии. На эти деньги вы сможете поесть. По крайней мере, это делайте радостно. Сидите там счастливыми. Ешьте, что вам подают. Если вы собираетесь все усложнять, то я уверен, что вы усложните все и для всех окружающих. Не так ли? Если вы собираетесь распространять страдания в мире, то лучше тогда не делать ничего. Если вы собираетесь распространять радость, тогда делайте как можно больше. Вот вы работаете усердно. Просто из-за усердного труда не обязательно что-то произойдет или не произойдет. Подобные призывы распространяли повсюду. Бог есть любовь. Бог это сострадание. Бог это щедрость. Бог это умиротворение. Но никто не говорит, что Бог это разумность. Все это человеческие качества. Но раз у вас не выходит быть такими, вы пытаетесь экспортировать их на небеса. Если приглядеться к чему угодно, к листку, цветку, муравью, к атому, если пристально рассмотреть что угодно, в каждом творении вы увидите разумность, разумность, разумность. И еще раз, невероятную разумность. Не так ли? Представьте, что никто не рассказывал вам ничего ни о каком Боге. Для начала давайте разберемся, как мы приходим к подобным выводам. Выбравшись из чрема матери и оглянувшись, вы увидите, так много всего вокруг. Слишком много. Кто это все создал? Младенец вот так на все смотрит. Что это такое? Кто это все создал? В первую очередь, он смотрит на мать. Раз мать родила тебя, она точно могла родить и планету. Потом смотрит на отца. Не, это точно не важно. Смотрит на всех остальных взрослых. Не похоже, что кто-нибудь был способен это создать. У ребенка возникает простое объяснение. Наверху сидит большой человек, и он все это создает. Во-первых, нам неизвестно, где верх, а где низ. Вы находитесь на круглой планете, не так ли? Вы на круглой планете. Ответьте, вы знаете, где верх, а где низ? Она еще и вердится. А существует ли где-нибудь во Вселенной табличка «Верх»? Только если позволить разумной деятельности. И речь идет не только об интеллекте, если позволить разумности беспрепятственно расцветать, вы ощутите наибольшую близость с тем, что называете источником мироздания. в чем цель человеческой жизни? В чем цель человеческой жизни? В чем смысл жизни? Или другими словами, почему жизнь? вот о чем ваш вопрос когда речь идет о жизни мироздания никогда не спрашивайте почему когда речь идет об основе существования никогда не спрашивайте почему если вы спросите почему я должен буду рассказать вам историю если я расскажу вам историю даже если это правдивая история что бы я ни сказал если она вне вашего опыта то она все равно останется просто история и весь ваш выбор сведется к тому верить мне или не верить если вы мне верите то это не приблизит вас к истине если вы мне не верите это вообще вас не затронет итак никогда не спрашивайте почему сейчас вы наполнены жизни почему возникает такой вопрос в чем в чем цель жизни потому что процесса жизни как такового недостаточно не так процесса жизни недостаточно по той или иной причине если вы исполнены восторга каждое мгновение вашей жизни то вопрос в чем цель жизни никогда не возникает потому Потому что жизнь это и есть цель жизни. Жить и жить всецело. Жить всецело не означает устраивать вечеринки каждый день. Жить всецело означает, что когда вы здесь, вы должны познать все аспекты жизни до того, как уйдете. Чем бы это ни было, вы должны познать каждый аспект в себе до того, как вам придется умереть. Не так ли? Да? Это должно произойти с каждым человеком. Или вы хотите познать только 10% себя и уйти? Вы должны в полной мере ощутить, что такое жизнь, не правда ли? Вы обязаны испытать это до того, как уйдете. И если вы это действительно испытаете, такие вопросы у вас никогда не возникнут. Потому что такой вопрос неприменим к жизни. Логически ваш вопрос абсолютно корректен. Хорошо, я живу здесь, в чем цель моей жизни? Если я скажу вам смысл вашей жизни в достижении Бога, то мы сделаем множество допущений, не так ли? Мы сделаем допущение о том, что еще не является частью вашего опыта. не правда ли? Как только вы начинаете делать предположения о том, что еще не стало частью вашего опыта, у вас начинаются галлюцинации. 99% религий в мире это галлюцинации. Потому что вы предполагаете то, что не основывается на вашем опыте. И на основе этих предположений вы делаете выводы. Как только вы допускаете какие-то предположения, ваше сознание просто утонет во всякого рода фантазиях. И они станут реальнее самой реальностью. Ваша фантазия может стать реальнее реальности, не правда ли? Возьмем кинотеатр. Кино – это всего лишь игра двух измерений – света и звука. Но эффект от кино гораздо сильнее, чем от самой жизни, не так ли? Да? Вы были в кинотеатрах IMAX? Их воздействие сильнее воздействия самой жизни, не так ли? Но так ли это? Как вы думаете? Неужели кино на самом деле больше, чем жизнь? Вовсе нет. Просто воображение имеет такую силу. Воображение, мысли, эмоции – это все механизмы, помогающие проложить путь. Допустим, у меня возникла мысль – «Хочу в Нью-Йорк». Эта мысль определяет путь. Раз я сказал, что хочу в Нью-Йорк, следом приходит мысль, как я поеду, купить ли мне билет, пойду ли я пешком или пойду на машине, это прокладывание пути. Но если я буду сидеть здесь и продолжать думать о Нью-Йорке, я никогда там не окажусь. Мысль – это не реальность, позволяющая там оказаться. Она только прокладывает путь, порождает желание. Вот и все. Да? Мысли и эмоции порождают желание. Они не являются реальностью. Но если вы начинаете придавать слишком большое значение мыслям и эмоциям, то начинает казаться, что они реальны. Мысли в вашей голове станут реальными мирами вокруг нас. Не так ли? В этом сейчас и заключается вся проблема, что ваши мысли и эмоции стали более реальны, чем сама реальность. И если вы отправитесь в пригород, и там есть, как это называется, знаки, указывающие направление. Указатель. Когда-то указатели делали в форме руки, они были вот такими. Вы видели их? Указатель показывает, что Нью-Йорк в той стороне. И вы просто отпадете и сядете там, под ним, и будете думать, что вы в Нью-Йорке. Но это же не Нью-Йорк, не так ли? Так что мысль – это только указатель. Она указывает вам нужное направление, но она никогда не сможет доставить вас туда. Это невозможно. Но люди, которые думают, что мысль доставит их туда, настолько оказались во власти галлюцинации, что даже реальность не может их оттуда вытащить. И даже если уколоть их булавкой, они ничего не почувствуют. Они где-то в другом мире. Их мысли и эмоции стали гораздо более важными. Этот бич настиг человечество с невероятной силой. С невероятной силой. И среди всех видов мыслей и эмоций, которые мы создаем, религиозные мысли и религиозные эмоции или духовные мысли и духовные эмоции, но и более опасны. Из-за их силы, духовный аспект придает им силу. Это все просто управляет людьми. Это управляет людьми на очень глубоком уровне. Мы всегда можем видеть, как в какой-то другой религии, которой вы не принадлежите, какие глупые вещи они делают. То, что делаете вы, вы никогда не видите. Не так ли? Да? Не так ли? Разве это не происходит каждый день? Потому что когда мысли и эмоции становятся сильнее, вы начинаете верить в них. Как только вы начинаете верить в то, что вы еще не испытали на своем опыте, вы становитесь опасным человеком. Потому что все конфликты на планете, даже сейчас, хотя люди пытаются представить это как битву добра со злом, люди пытаются представить это как битву добра со злом. Дело не в добре и зле. Это всегда убеждение одного человека против убеждений другого. Не так ли? Это всегда убеждение одного человека против убеждений другого. Почему мы не можем быть достаточно честны с собой, чтобы увидеть, чего не знаем, того не знаем? Разве это так сложно? Это самая большая проблема человеческая. Люди не осознают, что они не знают. Они должны постоянно врать себе. И это не шутка. Это ужасная трагедия на планете. Не так ли? Это не шутка. Это не какая-то мелочь. Это очень дорого обходится для жизни человека на планете. Это обходится очень дорого. И цена продолжает расти. Но то, что мы думаем и чувствуем, это же так важно. Не так ли? Так в чем же смысл? А что, если нет никакого смысла? Что вы сделаете? Вы умрете завтра? Допустим, нет никакой цели. Что делать? Вы захотите умереть? Разве это не здорово, что идти некуда? Разве это не здорово, что не нужно никуда идти? Вам не нужно работать над тем, чтобы попасть в рай. Вы можете просто жить счастливо. Не, не, мы попадем в рай. Если вы так уверены, что попадете в рай, чего тогда вы ждете? Если вы настолько уверены, что в любом случае попадете в рай, то чего вы ждете? Я не понимаю вашей логики. Ждем билет. Ждете билета. Все, что нужно сделать, это перерезать свое горло перед храмом. Все, что нужно сделать. Перед вашим любимым храмом. И это произойдет. Люди верят на сто процентов, что после смерти они попадут в объятия Бога. Если вы собираетесь оказаться в объятиях Бога, то вам не следует это откладывать. Правда? Не так ли? Разве можно откладывать такую сакральную честь? Вы должны отправиться туда. Сегодня. Даже не завтра, сегодня. Не, вы хотите долгой жизни. Но почему вы откладываете такую чудесную возможность? Это потому, что у вас полно ерунды. Вы говорите себе такие вещи, которые пока еще не понимаете, не являются реальностью для вас. Я не ставлю под сомнение, существуют они или нет. Но для вас пока это еще не является реальностью. Если вы будете говорить о вещах, которые еще не стали реальностью, если говорить об этом прямо, вы будете просто долгать. И эта ложь обходится нам очень дорого. как для отдельных людей, так и для всего человечества. Как для отдельных людей, так и для всего человечества. Мы называем позвоночник Меруданды. Меруданды означает ось Вселенной. Человек может жить просто как биологическая сущность. Или он может трансформировать себя таким образом, что станет почти как центр Вселенной. Позвоночник определяет, в каком направлении вы будете двигаться. То, как функционирует ваш позвоночник и как в нем функционирует энергия, определяет, в каком направлении вы будете двигаться. Если вы знакомы с тем, как устроен позвоночник, вы должны знать, что с каждой его стороны есть два отверстия, которые служат изоляционной трубкой, через которую проходят все нервы. Это ида и пингала, правый и левый канал, которые олицетворяют двойственность мироздания. Они связаны с двумя частями мозга. Сейчас медицина называет их левым и правым полушариями. Это ида и пингала. В восточных культурах их называют ин-я, в традиционных терминах индуизма их называют шива и шакти. У них много названий. По своей сути, это две противоположности мироздания, которые являются основой физической реальности. Помимо этого, в центре позвоночника существует пустое пространство, проходящее насквозь. Это сушумно. Достижение баланса между двумя противоположностями сделает вас успешными в мире. Это даст вам возможность справляться с разными жизненными аспектами. Но если ваши энергии войдут в сушумну, вы можете привнести разные свойства в сушумну. По своей сути, у сушумны нет своих качеств. Она как пустое пространство. Если нужно пустое пространство, значит, можно создать все, что вы захотите, не так ли? Так что, как только энергии человека входят в сушумну, мы говорим, он достиг вайрагьи. Рага означает свет. Вайраг означает отсутствие света. А отсутствие света означает, что вы стали прозрачными. Преимущество прозрачности в том, что если сейчас за мной находится что-то красного цвета, я тоже стану красным. Если за мной будет синий, я тоже стану синий. Если за мной будет желтый, то я стану желтым. Без предубеждения, где бы вы ни были, вы становитесь частью этого, и ничто не оставляет на вас и следа. Куда бы вы ни шли, если вы среди красных людей, вы можете быть абсолютно красным, но красный цвет не пристанет к вам ни на мгновение. Вы красного цвета потому, что вы прозрачно. Если вы среди зеленых людей, вы абсолютно зеленые, но и зеленый цвет тоже не пристанет к вам. Где бы вы ни были, вы становитесь этим Но ничто не пристает вам. Вы отважитесь исследовать все измерения жизни, только если вы находитесь в состоянии вайраги. Если какой-то цвет остается на вас, тогда если к вам пристал красный цвет, то вы будете сопротивляться зеленому. Если на вас остался зеленый цвет, то вы будете сопротивляться с сеним. Что бы не удерживали вы, будете сопротивляться, потому что вы вырабатываете предубеждение. Это правильно, это неправильно, это хорошо, это плохо. Это ограничивает течение жизни. Так что весь этот механизм встроен в позвоночник, не в мозг. Он находится в позвоночнике. Если определенным образом управлять позвоночником, то можно очень сильно повлиять на работу вашего разума, на работу мозга. Лучше бы мне такого не говорить. Я могу взорвать вам мозг, просто прикоснувшись к вашему позвоночнику. Правда. Я могу просто дотронуться до вашего позвоночника, и у вас голова падет кругом. Потому что позвоночник – это основа. Так что, когда вы делаете крии, или просто в повседневной жизни, за исключением того времени, когда вы спите, полезно держать позвоночник прямо. Одно лишь это поспособствует очень многому. Какое бы дело вы ни начинали, сначала вы хотите посмотреть на планеты и звезды. Если вы хотите выйти из дома, то планеты и звезды должны сойтись определенным образом. Да? Правильное время, неправильное время. Вы следите за этим? Рахукалом, Ганукалом и тому подобное. Если вы хотите выйти замуж, вы должны пойти и спросить у какого-нибудь человека, буду ли я счастлив со своим мужем. Я думаю, что это никуда не годится. За какого бы дурака вы не вышли замуж, почему вы не можете спокойно жить с ним? За какого бы идиота вы не вышли, но если вы все-таки выбрали выйти замуж, то почему вы не можете спокойно с ним жить? Если у него развился какой-то новый вид безумия, который вы не смогли предсказать раньше, то почему бы вам не уйти от него? Даже со всеми предсказаниями и совпадающими гороскопами все равно два человека не могут ужиться вместе. Не так ли? Любой астролог может составить гороскоп, но может ли он сделать это так, чтобы эти два человека ужились вместе? Ваш брак удачен настолько, насколько вы несете ответственность за своего супруга. Насколько ответственно вы относитесь к другому человеку? Настолько брак и работает? Это так? Нет? Я говорю о личном росте. Я имел в виду другое. Я не говорю об этом, как о науке предсказаний. Я понимаю, я говорю о развитии вашей жизни. Например, вы говорите, что в определенной фазе Луны, например, во время новолуния или полнолуния, разные энергии доминируют. Да, я к этому веду. Понимаете? Любая форма оказывает на вас определенное воздействие. Этот кувшин находится рядом со мной. Он распространяет вибрации. Так с любым объектом. Но сейчас это мой выбор. Либо позволить этому кувшину воздействовать на меня, либо мне самому воздействовать на этот кувшин. Это мой выбор. Каким образом это должно происходить? Каким образом? Кувшин должен воздействовать на мою жизнь? Или я должен воздействовать на кувшин? Оказывать воздействие должна человеческая природа, не так ли? Звезды и планеты... Это неодушевленные предметы, не так ли? Просто камни и скалы, не так ли? Скалы и земля, они неодушевлены. Разве неодушевленные объекты должны влиять на вашу жизнь? Или же человеческая природа должна управлять судьбой неодушевленных предметов? Каким образом это должно происходить? Если вы осознали человеческий потенциал, то влияние должна оказывать человеческая природа. Противнослучие неодушевленные объекты будут управлять вами. Сейчас наступает полнолуние. Вы знаете, что во время полнолуния и новолуния люди с небольшими психическими отклонениями становятся чрезмерно возбудимыми. Вам это известно? Вы здесь сходите с ума или нет? По сравнению с ними, вы немного более уравновешены. Поэтому вне зависимости от фазы Луны вы можете продолжать жить обычной жизнью, но для них это невозможно, потому что они находятся в неуравновешенном состоянии. Луна появляется, и они сходят с ума. Луна исчезает, и они сходят с ума. Вы немного более устойчивы, так что Луна на вас так не влияет. Она способна потянуть целый океан, но на вас она никак не влияет. Если вы немного сбалансированы, если вы добьетесь еще большего баланса, то ничто не сможет воздействовать на вас, но вы сможете воздействовать на все. Человеческая природа должна определять судьбу неодушевленных объектов, а не наоборот. Не так ли? Если вы позволите себе находиться под влиянием, тогда что угодно может повлиять на вас. Но так жить не стоит. Вы должны взять свою судьбу в свои руки и пройти через все, что для этого потребуется, вместо того, чтобы ждать, когда звезды или планеты займут нужную позицию. Многие из тех звезд, что вы видите на Земле, на самом деле уже не существуют. Вы знали об этом? Многие из них давно исчезли. Поскольку они были очень далеко, то свет от них все еще медленно доходит до нас. Да, свет движется очень медленно. Вот почему вы видите их так долго. На самом деле звезды исчезли давным-давно. Но эти звезды — основа ваших вычислений. Каждый объект оказывает свое воздействие. Несомненно, позиции планет оказывают свое воздействие. Но позволите ли вы в себе находиться под влиянием их или нет, зависит от вас. Если вы осознали свою человеческую природу, то вы не должны позволять всем этим планетам определять вашу жизнь, не так ли? Ваша жизнь должна зависеть только от вас. Что вы можете посоветовать тем, у кого есть дети? Что мы можем сделать, чтобы следовать хотя бы некоторым из тех идей, которыми вы поделились? Не заражайте их. Понимаете, когда на свет появляется ребенок, большинство людей думает, что пришло время их учить. Нет. Когда в нашей жизни появляется ребенок, приходит время учиться. Потому что если взять вас и вашего ребенка, кто из вас более радостный? Ребенок. Тогда кто из вас лучше разбирается в жизни? Определенно, ребенок разбирается в жизни больше, чем вы, не так ли? Вы знаете кое-что о том, как выжить в мире. Может, вы знаете, как зарабатывать деньги. Может, у вас есть способы выживания в мире. Но когда дело касается жизни, то ребенок может сделать любую ситуацию радостной. Так что, определенно, он лучше разбирается. Не так ли? Если у вас появился ребенок, значит, пришло время учиться. Не имеет значения, насколько вы серьезны. Если у вас есть в доме ребенок, то, не отдавая себе в этом отчета, вы начинаете смеяться, играть, танцевать, вылезаете под диван. Вы не делали этого уже долгое время? Не так ли? Ребенок, это как комок радости, прыгающий повсюду. И сами того не осознавая, вы начинаете делать многое из того, что делает ребенок. Так что самое важное, не заражать ребенка тем, что вы называете взрослостью. Это не взрослость. Это самоубийство, совершаемое шаг за шагом. Не заражайте этим ребенком. Вы должны научиться жить так, как он, превращать любую ситуацию в радостную ситуацию. Вы можете дать ему обычную деревяшку, и он может играть с ним весь вечер, не так ли? Не так ли? Он может обратить любую ситуацию в прекрасную, без особого труда. Вам просто нужно научиться тому же. Вы должны научить его определенным навыкам выживания, которым он и так обучится. Вы можете немного его направить, но всему этому он научится в любом случае. Так что самое главное, что вам нужно сделать, особенно в таком обществе, как это, где как только ребенок выходит в мир, вы не знаете, под какое влияние он может попасть. Вы не знаете, что может его поглотить. Когда вы живете в такой ситуации, когда вы оказываетесь в такой ситуации, главное, прекратить вести себя, как начальник. Вспомнить, когда вы выросли, если у вас были какие-то проблемы, вы шли к своим родителям или к своим друзьям. С кем вы делились? С друзьями. И ваши друзья, хоть они ничего и не понимали в жизни, с твердой уверенностью, вам что-то советуют. Не так ли? Почему так происходит? Почему родители, которые были с ребенком с самого первого дня его жизни, не могут быть с ними хорошими друзьями? Вам просто нужно спуститься с вашего пьедестала. И что самое главное, перестаньте быть большим начальником. Спуститесь к нему и будьте другом. Если у него что-то получится, вы должны быть первым, с кем он должен поделиться, не так ли? Да? Это самая важная подстраховка для ребенка. Вы должны быть первым человеком, с которым он захочет поговорить. Что бы это ни было, не имеет значения, в чем проблема. Если вы будете поддерживать такой уровень открытости и дружбы с ним, если он сперва придет к вам, вероятность того, что он запутается где-то очень мало. Не так ли? Это самое простое, что вы можете сделать. У каждого человека есть свои ограничения и возможности. Главное, это создать такую ситуацию, эту асферу, чтобы возможности и способности ребенка не затерялись. Не так ли? Это все, что вы можете сделать. Вы не можете создать человека за новым. Но вы можете способствовать раскрытию его наивысшего потенциала. Весь смысл в этом. Так что самое главное, чтобы родители сошли со своего предистала и начали общаться с детьми на равных. Как с друзьями, это не произойдет внезапно. Скажем, если вы думаете, что он курит, вы пытаетесь быть его другом. Пожалуйста, скажи мне, ты куришь? Обычные сигареты или что-то еще. На это он не откликнется. Так он не пойдет на контакт. К этому времени у него уже выстроена защита от вас. Это должно начинаться с самого детства, чтобы он не видел у вас того, кто указывает ему, что делать, включает начальника или постоянно читает мораль. Вы должны стать его другом, чтобы он мог поговорить с вами. И вы могли поговорить с ним на равных. Если это соблюдается с самого начала, пока он еще только развивается, и пока он может шагнуть не туда, вы должны стать первым, к кому он обратится. Вот такие отношения нужно стремиться выстраивать. не так ли? Чем больше вы будете стараться быть позитивным, тем более негативным вы станете. Мы поговорили об этом с самого первого дня. Природа вашего разума такова, что если вы скажете, я не хочу этого, то только это в вашем разуме и будет происходить. Не так ли? Сейчас, если вы скажете, я не хочу негатива, только это и произойдет. Вот и все. Почему вы говорите о позитивном, негативном? Почему вы хотите все видеть таким образом? Почему бы просто не рассматривать каждую ситуацию такой, какая она есть? Примите ее такой, какая она есть, и посмотрите, что с ней можно сделать. Вот и все. Не так ли? Она не является ни позитивной, ни негативной. Не пытайтесь разработать установки и философии. Почему вы просто не можете быть здесь без какого-либо установки, без какой-либо философии? Просто осознавая. Просто осознавая. На каждую ситуацию необходимо реагировать по-разному, не так ли? Если разработать такие установки позитивного мышления, то в одной ситуации это сработает хорошо, а в другой ситуации вы будете вести себя глобо, потому что у вас уже сформирована идея, что надо вести себя определенным образом. Если вы оказались где-то, где вам может угрожать опасность, то стоит подумать обо всех негативных вещах, которые могут произойти. Если вы будете думать позитивно, находясь в неправильном месте, то вы можете погибнуть. Могут случиться самые ужасные вещи. Так что нет нужды быть позитивным. Нет, нужно быть негативным. Почему бы вам просто не быть осознанным? Если вы осознанны, то вы видите ситуацию такой, какая она есть. Когда вы видите ситуацию такой, какая она есть, вы можете действовать на пике своих интеллектуальных возможностей. Вот и все. Не стоит действовать с предвзятостью. Есть ли надежда на светлое будущее? Мы были в разных странах. Человеческая природа, может, останется такой же, но каким все будет в будущем? Предсказание? Что случится в будущем? Понимаете? Если бы все дело было только в предсказании будущего, зачем нам нужно было бы делать всю эту работу? Не имеет значения, насколько безнадежная ситуация выглядит сейчас. Никогда не стоит недооценивать то, что лежит в сердцах людей. То, что люди действительно хотят. Не стоит этого недооценивать. Через 10 лет весь мир может преобразиться в совершенно новую возможность. Просто людей нужно расширить, чтобы они начали действовать. Но когда они начнут действовать, вы даже представить себе не сможете, что они смогут сделать. Они могут сделать что-то, что никогда до этого в мире не происходило, не так ли? Не так ли? Так что не пытайтесь предсказывать будущее. Подумайте о том, какое будущее вы хотите создать. Почему мы все время пытаемся предсказать будущее? Я хочу, чтобы вы установили цель. До того, как я умру, я хочу, чтобы мир стал немного лучше. Разве так не лучше? Вместо того, чтобы предсказывать будущее, почему бы вам не установить для себя цель, прежде чем я покину этот мир? Я хочу сделать его хотя бы немного лучше. Если все из нас поставят перед собой такую цель, то нас определенно ждет прекрасное будущее, не так ли? Мы надеемся, что придут указания со звезд. Звезды — это тупые, неодушевленные камни. Понимаете? Вообще-то вы должны уметь мыслить. Для них это недоступно. И хоть они и далеко, это просто тупые камни, лишенные интеллекта. Не так ли? Да, Леня? Если они далеки, то это еще не значит, что им нужно придавать такое значение. Они не управляют нашими жизнями. Судьба человека находится в руках человека. То, что мы с ней делаем, обделяет то, какое она станет. Если делать разумные вещи, то определенно завтрашний день будет прекрасным. Если делать неразумные вещи, то определенно завтрашний день будет ужасным. Не так ли? Так что не нужно предсказаний. Предсказания — это оскорбление для человечества. Все предсказания — это ужасное оскорбление человечества. Не так ли? Не так ли? Не принимается во внимание то, кем является человек. Вот что это значит. И все это происходит просто потому, что вы не осознали, насколько это невероятно быть человеком. Вы не осознали, как много это значит. В Индии есть невероятные истории. Возможно, вы их знаете. В Индии есть такие истории. Если у богов какие-то проблемы, если у них неприятности, они спускаются вниз, чтобы встретиться с мудрецами и святыми, спросить у них советы. Вы знали об этом? Это просто, чтобы показать вам, что человек может подняться до таких высот, что даже боги будут просить у него совета, чтобы показать вам всю невероятность этого. Что значит быть человеком? Так что, если вы осознаете, насколько это невероятно быть человеком, вы не будете предсказывать, вы будете создавать. Вам нужно просто создавать, не предсказывать. Что представляет собой сновидение? Большая часть снов почти 90% из них это просто невоплощенные желания. Потому что у вас нет над ними контроля. Если вы играете с желаниями, желание играет с вами. Вы желаете все, что видите, не так ли? Вы не можете сказать, я буду желать это, но не буду желать то. Ваш разум просто устремляется за всем, что вы видите. Возможно, вы не станете действовать, но в этот момент вы подумаете, о, я хотел бы, чтобы у меня было это. Если все то, что вы желали до сих пор, будет ждать вас, когда вы придете домой сегодня в 5.30, то для вас это будет слишком. Все вещи и люди, все, что вы когда-либо желали, если все это будет ждать вас дома, разве вы сможете там жить? Можете? Разве это не прекрасно, что ваши желания не сбылись? Все они никогда не смогут быть воплощены в жизнь. Потому что вы бесконечно чего-то желаете. Это вне вашего контроля. Но это необходимо проработать, потому что как только вы начинаете желать что-то, вы вкладываете определенное качество энергии в этом направлении. Вам необходимо это понять. Если сейчас я скажу, о, я хочу этот прожектор, то сразу же определенное количество моей энергии будет вложено в это желание. Поэтому я забуду про него и скажу, о, я хочу камеру. Я вкладываю определенное количество сюда, но предыдущее желание все еще существует. Возможно, я этого не осознаю, но то желание еще существует. За день вы проделываете это сотни разных вещей, вы распыляетесь. Вы настолько распылены, что разум без остановки просто продолжает воспроизводить мысль, потому что вы постоянно разбрасываете энергию в разных направлениях. Энергия двигается в каком-то одном направлении. Замечали ли вы, что в какой-то период жизни, если у вас было сильное желание по отношению к чему-то определенному, если вы создавали в себе сильное желание, направляли его на что-то, то в это время все остальное для вас просто исчезало. Вы это замечали, да? Вы вкладываетесь в одно направление. Внезапно все другие мысли просто исчезают. Так что вы видите сны просто потому, что ваш разум постоянно занят процессом воплощения желаний. Все они никогда не смогут быть воплощены. Вы работаете сверхурочно, ночью, воплощая их как фантазии. Да, у желаний есть другие измерения, но они очень незначительные. Если такое произойдет с кем-то, мы с этим справимся. Нам не нужно беспокоить всех вокруг такими снами. Желание – это просто бесплатное кино. Наслаждайтесь. Будь это фильм ужасов, романтическая комедия или триллер, просто наслаждайтесь фильмом. В чем проблема? Вам бесплатно показывают кино. Что нужно делать, чтобы достичь просветления? И снова, просветление – это не достижение. Просветление – это не восхождение на вершину. Просветление – это возвращение домой. Вы возвращаетесь к своей изначальной природе. Сейчас вы отождествили себя со многими вещами, которыми вы не являетесь. Не так ли? Вчера мы говорили об этом. То, что вы называете своим телом – это просто наше накопление. Не так ли? Когда вы родились, вы были очень маленькими. Теперь вы вот такие большие. Вы постепенно накопили ваше тело. Разве это не накопление? То, что вы называете разумом – это накопление? Все, что вокруг вас – это накопление. Не так ли? Это означает, что вы глупого отождествили себя с тем, чем вы не являетесь. Вы взяли частичку земли и сделали из нее тело. Но вы так сильно отождествили себя с этой землей, что думаете, что она – это вы. Вы будете верить в это до самой смерти. Не так ли? Не так ли? Сейчас у вас искаженное восприятие. Если вы остановите свои искажения и вернетесь к своей изначальной природе, то это будет просветление. Что вам нужно для этого сделать? Делать ничего не нужно. Если вы не будете ничего делать, то просветление произойдет. Но сейчас вы пришли к такому состоянию ума, что вы не можете ничего не делать. Вы все время чем-то заняты. Вы думаете, что если вы ничего не будете делать, то что-то произойдет. Да, произойдет нечто фантастическое. Но вы не позволили себе достичь этого состояния даже на мгновение. Так что, чтобы достичь такого состояния, когда вы будете способны ничего не делать, нам придется сделать много чего. В противном случае вы не будете сидеть спокойно, не так ли? Если вы просто сядете здесь и ничего не будете делать ни с вашим телом, ни с вашим разумом, ни с вашими эмоциями, реальность мироздания взорвется внутри вас. Никто не может остановить это. Просто вы не прекращаете что-то делать. Вы настолько порабощены своим разумом, что он продолжает свою деятельность без перерыва. Вы не можете остановить его, вы не можете сдержать его, вы ничего не можете с ним поделать. Потому что, как только вы окажетесь в ловушке разума, он будет работать бесконечно. Он продолжает работать, по инерции, вам ничего не надо для этого делать. Если однажды вы накрутите его, оставите, он может продолжать долгие годы. Набирая обороты, ему больше не потребуется ваша помощь. Вы замечаете, как это происходит? Более или менее, в мире счастливы те, у кого наступил небольшой перерыв, в той ерунде, которая происходит в их головах. Вот и все. Они не все время такие, только иногда они чуть-чуть менее сумасшедшие, поэтому они выглядят нормальными. Если вы не будете мешать самому себе, если вы просто будете здесь, вы уже просветлены, но вы не можете остановиться, вы все время чем-то заняты. Так что постепенно, с помощью йоги и всех этих поз, мы завяжем ваши руки таким образом, что вы больше не сможете себе мешать, потому что вы будете в позе. Мы сделаем это с вами. Так или иначе. Как взять под контроль гнев и негативные эмоции? Зачем вам брать их под контроль? Обычно вы хотите контролировать только то, что имеет для вас значение, не так ли? Разве вы хотите взять под контроль что-то, что для вас ничего не значит? Зачем вам утверждать себя покорением чего-то, если для вас это ничего не значит? Вы хотели бы покорить пустыню или богатые земли? Богатые земли. Если бы вы были королем, вы захотели бы захватить богатое королевство. Вы бы не захотели отправляться на покорение пустыни, не так ли? Так зачем же брать под контроль то, чего вы не хотите? Я знаю, я понимаю. Для начала отбросьте эту идею о покорении и контроле. Вы сейчас не испытываете гнев? Нет. Тогда зачем вам брать его под контроль, даже если его не существует? Как можно контролировать то, чего даже не существует? Иногда вы можете разозлиться, не так ли? Почему вы злитесь? Потому что внезапно ваше тело, ваш разум и ваша энергия начинают вести себя не так, как вы бы этого хотели. Внезапно они начинают действовать по-своему. Больше такой гнев, не так ли? Так что гнев не присутствует в вас постоянно. Пытаться покорить то, чего не существует, это пустая трата времени. Иногда ваш разум может стать неприятным. Одна из этих неприятных форм называется гневом. Или, другими словами, иногда вы становитесь неприятным. Одну неприятную форму мы называем гневом, другие неприятные формы мы называем другими именами. Возьмем гнев как пример. Зачем кому-то приводить себя в неприятное состояние? В мире и так хватает неприятных вещей. Зачем же и вам становиться неприятным? Сейчас вы ведете себя по-детски. Если ситуация вокруг вас становится неприятной, то и вы становитесь неприятными. Но скажите мне, разве это разумно? Если вы находитесь в неприятной ситуации, разве не становится еще более важным, что внутри себя вы испытывали приятные ощущения? Разве это не приобретает еще большее значение? Но сейчас вы ведете себя словно ребенок. Если ситуация становится неприятной, то вы также сделаете все внутри себя ужасно неприятным. Это неразумно, не так ли? Где-то внутри нас мы отказываемся применить наш разум. Я не говорю вам, не надо злиться. Дело ваше. Но если это приятное переживание, тогда злитесь на здоровье. Но обычно, когда вы злитесь, вы страдаете больше, чем ваши жертвы. Не так ли? Да. В чем же смысл? Зачем создавать внутри себя неприятные ощущения? В мире и без того достаточно неприятного. Чем бы вы ни занимались, тут и там вы будете вляпываться во что-то неприятное. Не так ли? Не так ли? Как бы вы ни пытались избежать этого, но где-то вы все равно столкнетесь с неприятностью. Разве есть необходимость производить свои собственные неприятные ощущения? Разве такая необходимость существует? Нет? Тогда почему вы создаете то, чего не хотите? Почему вы создаете для себя неприятные ощущения? Просто вы не знаете, что вы с собой делаете. Это единственная причина, не так ли? Вы пытаетесь жить абсолютно неосознанно. Попробуйте доехать домой на своей машине с закрытыми глазами. Не исключено, что вы даже доедете до места назначения. Возможно, по дороге вы собьете несколько человек, но все же доедете. Но попробуйте так ездить несколько дней подряд. Вы даже пару дней не проживете. Не так ли? Сейчас все обстоит именно так. Вы пытаетесь заботиться о своем благополучии, закрыв глаза. Так вы не придете к благополучию, что бы вы ни делали. Им нужно заниматься с открытыми глазами, не так ли? Если следовать вашим стандартам, то 98% населения планеты – плохие люди. Они будут вам неприятны, если вам придется работать с ними, если вам придется любить их, если вам придется помогать им. Для вас это не пройдет даром. Если бы вы просто смогли принять их такими, как они есть, у каждого есть свои проблемы. Если вы увидите, что несете за них ответственность или принимаете их такими, как они есть, тогда мы подумаем, что можно с этим сделать. Может быть, мы сможем поработать так нелегче. И сделать их немного более чувствительными. Если у них очень толстая кожа, мы ее счистим, и тогда они начнут чувствовать все. Это я и пытаюсь с вами сделать. Просто пытаюсь немного очистить вас кожу, потому что, хоть это и болезненно, но вы стали быть на настоящее чувствительными ко всему вокруг нас. Это звучит как... Жестоко, как сайдизм. Называйте, как хотите, но это единственный известный мне метод, который работает. Так что мы просто хотим соскрести с вас кожу, чтобы вы стали по-настоящему чувствительными к жизни, чтобы вы ощущали все. Если бы у вас не было кожи, вы бы ощущали все очень интенсивно, не так ли? Так что мы просто пытаемся сделать так, чтобы вы смогли испытывать интенсивные переживания по отношению ко всему. В этом заключается духовность. Вы испытываете интенсивные переживания по отношению к каждому атому мироздания. Так же, как вы бы переживали, если бы ваш ребенок был при смерти. Вот какой будет интенсивность ваших переживаний по отношению к каждому существу на планете. Сначала это ошеломит вас. Но как только вы примете это, вы почувствуете новый баланс. Больше ничто не сможет выбить вас из колеи. Как только вы начнете ощущать все таким образом, где-то внутри, в вас начнется естественный процесс преобразования. Если вы просто свалитесь замертво от этого чувства, либо вы достигнете нового баланса, вы не умрете, не беспокойтесь, вы справитесь. Если вы добьетесь того, чтобы быть ошеломленными жизнью, то вы увидите, что это не убьет вас. Это поднимет вас на новую высоту в жизни, и вы почувствуете новый баланс, дающий вам невероятную силу. Как справиться с серьезными проблемами в моей жизни? В вашей жизни нет серьезных проблем. Нужно, чтобы кто-то помог мне это понять. О каких серьезных проблемах вы говорите? Возник вопрос, какую работу выбрать, на какой девушке жениться. Да-да, это почти все мои вопросы. Куда поехать в отпуск? Жениться или нет? Все в таком духе, не так ли? Это не назовешь серьезными проблемами. В вашей жизни это просто мелочь. О, разве это мелочь выбрать себе жену? Я не говорю, что это мелочь, но как проблема, это маленькая проблема, несущественная проблема. Как последствия вашей жизни, да, это имеет большое значение. Но люди делали это на протяжении миллионов лет. Мы накопили достаточно опыта в таких вещах, не так ли? Мы знаем, что какую бы работу вы не выбрали, на ком бы мы не женились, главное, это то, как мы это воспринимаем. Каждое переживание в жизни вы можете превратить в опыт, обогащающий вашу жизнь. Каждое переживание в вашей жизни вы можете превратить в проклятие. Понимаете, в вашей работе нет ничего плохого, какой бы работой вы ни занимались. Нет ничего плохого в том, чтобы получить работу или потерять ее. Нет ничего плохого в том, чтобы жениться. Нет ничего плохого в том, чтобы развестись. Нет ничего плохого в том, чтобы оставаться холостым Нет ни в чем ничего плохого Но вы превращаете это в страдание И это плохо Вы делаете одно, другое, но вы все превращаете в страдания Вот в чем ваша проблема Вот вы женились Это плохо? Дело не в этом В этом нет ничего плохого Вы не женились Это плохо? Нет «Нет, ничего плохого там нет. Это тоже прекрасно. Вы развелись, это плохо». «Нет, это тоже чудесно». Просто вы все превращаете в страдания. Вот что плохо. Просто займитесь только одной проблемой, и все остальные проблемы исчезнут. Вот что мы рассматриваем. Как не превращать все это в страдания? Если вы позаботитесь только об этом, то все будет решено вообще. Если вы знаете, как идти по этому миру с радостью, через брак, развод, целебат, или что угодно, если вы знаете, как пройти через все это с радостью, так в чем проблема? Все, что вы делаете, будет прекрасно. Значит ли это, что достаточно жить счастливо без осознания себя? Это станет следующим шагом. Если вы даже не знаете, как быть счастливым, не ставьте перед собой цель достичь просветления. Вы очень далеки от этого. Счастье – это просто состояние ума. Понимаете? Этим глупым определением вы отрицаете нечто основополагающее в вашей жизни. Счастье – это не просто состояние ума. Счастье определяет качество вашей жизни. Не так ли? Разве счастье – это такая мелочь? О, это просто состояние ума. Разве это мелочь? Это самая большая проблема, не так ли? Но для того, чтобы быть счастливым, мне ничего не требуется. В вашей книге вы писали, что это самое меньшее, что нужно сделать в жизни – быть счастливым. Да? И если я этого добьюсь, то буду удовлетворен всю оставшуюся жизнь. Нет. Нет, я этого не говорил. Я сказал, что если для вас это невозможно, забудьте о просветлении и тому подобном. Оно вам совершенно недоступно. Если вы способны прожить в этом мире радостно, тогда вы можете говорить о том, чтобы отправиться за пределы. Если вы не можете даже радостно жить в этом мире, то не стоит говорить о том, что за пределы. Это невозможно, говорю вам. Это просто невозможно. Человек, который постоянно создает внутри себя конфликты, как он справится с ограничениями жизни, как он преодолеет их – это исключено. В вашей жизни об этом не может быть и речи. Поэтому первым делом нужно начать работать над тем, чтобы стать счастливым человеком. Если это произойдет, то все остальное станет очень простым, потому что если вашему счастью ничто не угрожает, вы сможете делать все, что потребуется, не так ли? Сейчас вы не можете делать то, что требуется, потому что ваше счастье всегда под угрозой. Вы думаете о том, как поступить правильно. В вашей жизни не существует ничего правильного. В вашей жизни не существует ничего неправильного. Если вы знаете, как не превращать все, что вы делаете, в страдания, то все, что вы делаете – правильно. Если вы превращаете все, что вы делаете, в страдания, то все, что вы делаете – неправильно. Так что это единственная проблема, с которой вам нужно разобраться. Все остальное – это мелочи. Какое они имеет значение? Как определить, в чем заключается мой потенциал или талант? На чем мне следует сосредоточиться? В наше время, особенно в Индии, в частности, в юношной Индии, с самого детства в большинстве семей, хотя есть исключения, но в большинстве семей – родители, а также общество – постоянно заставляют ребенка думать о том, какая деятельность даст ему лучшие возможности для выживания, какая деятельность позволит устроиться на хорошую работу, какая деятельность будет приносить хорошие деньги. Они мыслят только такими категориями. Когда вы с самого детства настраиваете ребенка таким образом, то какими бы талантами он ни обладал, возможно, в вашем доме растет Пикассо, но вы сделаете из него доктора. Вместо Мольберта у него будет операционный стол. И начиная с самого детства ему не позволялось думать ни о чем другом, кроме выживания. Если у вас есть дети, очень важно дать им возможность развиваться. Не торопите их с поиском работы. Не обязательно, чтобы у каждого в 25 лет была работа. Не обязательно они должны жениться или уходить замуж, заводить детей. Это не обязательно. Разные люди созревают в разное время. Если они найдут работу в нужное время, и если необходимо жениться в нужное время, а может и вовсе обойдутся без этого, в зависимости от их естественных склонностей, то они определенно вырастут более полноценными людьми. Вы можете стать инженером или доктором, но при этом вы также можете стать очень неуравновешенным человеком, не находящим выхода для того, что внутри у вас. Может быть, вы стали хорошим плотником, но сейчас вы доктор. Можете себе представить такую ситуацию? Ничего плохого в том, чтобы стать плотником, нет. Можно стать отличным плотником, не так ли? Но это даже не рассматривается. Вы обязаны стать доктором. В наше время, разумеется, IT-инженером. Так все и происходит, не так ли? Они пытаются поступить в медицинский колледж. Если нет, то на инженера. И где здесь логика? Если вы не поступили в медицинский колледж, то можно поступить в ее медицинский колледж или пойти учиться на ветеринара, или на худой конец стать знахарем. Но если вы не поступите на доктора и пойдете сразу же поступать на инженера, то какая здесь логика? Это означает, что вы заинтересованы в том, чтобы что-то кому-то доказать. Вы не заинтересованы в том, чтобы сделать вашу жизнь прекрасной. Какая работа лучше оплачивается? Если нужно будет искать другую работу. Об этом я и говорю. Это просто выживание. Понимаете? У каждого человека достаточно интеллекта и способностей для выживания в мире. Может, не все одинаково развиты. Каждый по-своему. Но если человек делает то, что для него важно, если он создает то, что ему нравится, тогда он будет частлив вне зависимости от масштаба своей деятельности. Да? Если вы занимаетесь чем-то, к чему у вас нет природной склонности, просто потому, что вы были так воспитаны. Но со временем вы почувствуете разочарование в той работе, которую вы делаете. Вы, конечно, будете продолжать, поскольку вы потратили 5 лет или 10 лет на университет, но вы не можете так просто взять и остановиться. Вы продолжаете через силу, не так ли? Нет необходимости настраивать общество таким образом. Каждые 10 лет общество меняет свое представление о наилучшей профессии. Сейчас слишком много врачей. Они нигде больше не востребованы, да? Теперь люди задумываются о какой-то другой профессии. Раньше они думали, что востребованы программисты. Но теперь половину IT-специалистов отправили из других стран обратно в Индию. Теперь они думают, как им быть. Я понимаю, что выживание имеет значение. С таким перенаселением и конкуренцией выживание, конечно, имеет значение. Но для детей будет полезным оставить хотя бы одну половину своей жизни. открытой для поиска призвания. Ведь так их жизнь будет более полноценной. Я знаю, что много людей не может себе этого позволить. Есть определенные трудности. Как я уже сказал, это непросто. Все эти проблемы существуют. Тем не менее, имеет смысл попытаться создать следующее поколение, которое будет немного более гармоничным внутри. Какие бы усилия для этого не требовались, все равно стоит попробовать, не так ли? Садбур, в наше время мы наблюдаем появление большого числа духовных гуру. Я искатель, находящийся на духовном пути. Как мне распознать своего гуру? Как мне распознать своего гуру? Если вам удалось встретить хотя бы одного в своей жизни, просто одного в своей жизни, то это большая удача. Где вы видели большое их количество? Я не знаю. Просто любой, кто прочитал две главы с Бхагават-гиты, может стать гуру. Любой, кто знает одну главу из Библии, может стать гуру. Любой, кто прочитал полкниги, может стать гуру. Если вы говорите о таком, то это другое. Или любой, кто хочет дать вам большую надежду. Я позаботлюсь обо всем мире, и с счастью, принимается за гуру. На планете было слишком много таких людей, особенно в нашей стране. Они обещали нам, не волнуйтесь, я здесь и все будет хорошо, не так ли? Веками они заявляли об этом, не так ли? Но у людей, как были сложности в повседневной жизни, так и остались. Они усыпали нас своими благословениями, но по-прежнему в этой стране половина населения голодает. По-прежнему мы даже не знаем, как обеспечить наши основные жизненные потребности, не так ли? Когда вы говорите гуру, вы говорите о целом балагане, о самых разных людях, которые предлагают утешение. Тех, кто предлагает утешение, в лучшем случае можно назвать святыми. В них есть что-то приятное. Это приятные люди. Они гораздо приятнее, чем обычные люди на улице. У них хорошие намерения. Хорошие намерения и приятная натура не делают из тебя гуру. Наверное, мы можем назвать такого человека святым. Гуру не обязательно приятен. Видите, я не такой. Ему не обязательно быть приятным, потому что он не намерен быть с вами милым. Он намерен пробудить вас, а не усыпить. Если с вами я очень мил, то вы почувствуете себя счастливым и заснете. Гуру – это тот, кто потревожит вас с самой фундаментальной основы. Он перевернет все виды умозаключений, которые вы сделали в своей жизни. Он не даст вам спать. Он не дает утешения. Он здесь для того, чтобы помочь вам в вашем освобождении. Утешение – это еще один способ выжить на планете, не так ли? Да? Психологическое утешение – это всего лишь ваше психологическое выживание, не так ли? Если вас интересует только выживание, то вам не нужно искать гуру. Вам нужно искать того, кто дает утешение. Вы ищете гуру только тогда, когда вы готовы пробудить себя. Когда вы хотите трансформировать себя, когда вы готовы отбросить свои ограничения, и отправиться в другие измерения жизни, если такое желание еще не появилось, вы можете даже не беспокоиться. Сходите в кино, поужинайте как следует. Погуляйте по пляжу – это поможет. Как мне распознать своего гуру? Вам не нужно искать своего гуру, понимаете? Просто усиливайте жажду внутри себя. Когда вы познаете подлинную боль незнания, когда вы познаете боль невежества, тогда гуру появится. Вам не нужно искать. Даже если я увижу его, как я его распознаю, если вы сядете рядом с ним, то все внутри у вас должно ощущать угрозу. Вы хотите убежать, но что-то продолжает притягивать вас к нему. Вы не хотите быть там, но что-то в вас продолжает притягивать вас в этом направлении. Тогда мы можем предположить, что это ваш гуру. Если вы не чувствуете себя под угрозой, если вы чувствуете себя с ним очень комфортно, тогда это не ваш гуру. Может быть, это ваш друг. Может быть, он хороший человек. Может быть, вы должны просить его благословения, но он не ваш гуру. Потому что если вы будете выбирать, то вы выберете то, что вам больше нравится. Не так ли? Да. Если вы выбираете, то что вы выберете? Вы выберете то, что вам нравится. Что вам нравится? Вам нравится то, что поддерживает ваше эго. То, что ранит ваше эго. Вам не нравится. Тот, кто поддерживает ваше эго – ваш друг. Не так ли? Тот, кто топчет ваше эго – это ваш враг. Не так ли? Так что, если ваш гуру — это еще один из тех, кто поддерживает ваше эго, тогда как гуру он никуда не годится. Если вы сядете рядом с ним, то вам должно быть не по себе, но если вы все равно чувствуете притяжение к нему, тогда он — ваш гуру. Если произойдет просветление, то как узнать, что оно действительно произошло? Можно ли ошибочно полагать, что вы достигли просветления? Если произойдет просветление, то вам это будет ясно каждый день. Такое событие невозможно пропустить. Вы его не пропустите. Но тут существует проблема, потому что сейчас это встречается повсеместно. За определенную плату на выходных вы можете достичь просветления. Кто-то объявит вас просветленным. Да, это происходит повсюду. Просто заплатите определенную сумму, и за выходные вы сможете достичь просветления. Я помню, как в 60-е в Калифорнии открылся сервис по просветлению. Я очень хорошо помню их рекламу. Если вы отправитесь в Индию, на это уйдет 12 лет трудностей и лишений. У нас 50 долларов, 30 минут, и вы достигнете просветления. Они просто использовали психоделическое оборудование, включали определенные звуки и образы. Звуки и видеоряд просто взрывали людям мозг. Они выходили оттуда, как в тумане. Люди чувствовали, словно действительно чего-то достигли. Такая была реклама. 50 долларов, 30 минут. Если вы отправитесь в Индию, на это уйдет 12 лет трудностей и лишений. Здесь, в Калифорнии, новая скоростная технология. Эта старая технология из 60-х сейчас посочилась в Индию. Некоторые люди приобрели такие машины и утверждают, что за выходные могут просветлить вас. Здесь не может быть сомнений. Если вы честны с собой, то вы будете знать, что просветления не произошло. Но если вы участвуете в гонке, если вы хотите достичь просветления быстрее, чем кто-то другой, то, конечно, вы можете заявить, что вы просветленный. Это такой обман. Не нов на этой планете. Все это происходит уже давно. Но сейчас на помощь пришли современные технологии. В 60-е и 70-е довольно много экспериментировали с этим. Одни с психоделическими машинами, другие с психоделическими наркотиками. Люди принимали ЛСД и утверждали, что достигли просветления, потому что на какое-то время их восприятие расширялось, но затем они возвращались обратно. Если они чрезмерно злоупотребляли этим, то теряли все. Они разрушали себя во всех смыслах. Некоторые даже умирали. Многие люди сходили с ума из злоупотребления психоделическими наркотиками, но на несколько мгновений они по-настоящему чувствовали для себя просветленными. По крайней мере, они так думали. Просветление не требует действия. Это не то, что можно сделать. Просто если вы будете развивать свою систему, свое тело, разум, эмоции, энергию, на максимальных возможностях, тогда внутри вас рассветет прекрасный цветок. Это не то, чего вы достигли. Вы просто создали подходящие условия, и это произошло. А снах, которые становятся реальностью, реальностью. С этим связано множество аспектов. Мы рассмотрим только два, которые сейчас имеют для вас значения. Один из аспектов, мы, кажется, рассматривали это не так давно, поскольку время и пространство подсознание становятся гибкими. Еще не произошедшее уже существует сейчас. Оно становится доступным для восприятия. Какое-то событие становится реальностью не из-за того, что оно вам приснилось. Это происходит потому, что такое событие уже существует. В Англии, в одной физической лаборатории, произошел интересный случай. Эта лаборатория известна как лаборатория Делавар, одно из ведущих заведений в мире, занимающихся исследованиями в области физики. Они разработали особую фотопленку. Вы же знаете, что у фотопленок бывает разная чувствительность, например, 100 оса, 200 оса и так далее. Они разработали очень чувствительную фотопленку и захотели опробовать ее. Зарядили ее в фотоаппарат, вышли в сад. К саду им попался бутон розы. И они сделали ее фотографию. Им тут просто нужен был какой-то объект для фотосъемки. И когда они проявили и распечатали снимок, то увидели полностью распустившийся цветок. Они не могли в это поверить. Они подумали, что произошла какая-то ошибка. Сделали еще несколько снимков. И каждый раз у них появлялся полностью распустившийся цветок, а не бутон. Потому что, когда существует бутон, то существует и цветок в более тонкой форме. Это истина в жизни, но получить такой снимок было просто невероятно. Мы всегда знали, что это так, но заснять это на фотопленку совсем другое. Вы видите, определенные вещи из-за того, что пространство и время смешиваются. Это один из аспектов. Другой аспект. Как только вы увидите это один или два раза, то где-то внутри вы словно превратитесь в оракула. Понимаете? Такова природа человеческого разума. Вы захотите предсказать судьбу всего мира. В каждом человеке всегда есть что-то, что хочет видеть, знать. Это может происходить неосознанно, но у вас есть нечто, что хочет видеть. Разве этого нет в каждом из вас? Того, что каждый жаждет видения и хочет знать, что случится завтра. Так что, как только разум начнет проецировать, лучше всего он это делает, когда вы балансируете между сном и бодрствованием. Он начинает проецировать. Вы представляете что-то, и на следующий день вы воплощаете это в жизнь. Такое тоже возможно. Я бы сказал, что сейчас не нужно придавать никакого значения сна. Даже если некоторые из них сбудутся. Не все из них сбудутся, только некоторые. Даже если какие-то сны сбудутся, не придавайте им никакого значения, потому что это как ящик Пандоры. И если открыть его, то из него выскочит столько всего, что вы не сможете с этим справиться. Лучше его не открывать. Просто используйте свою логику. Уделяйте всему вниманию, и вы сможете довольно неплохо управляться своей жизнью. Вам не нужно виденья, чтобы управлять простым процессом жизни. Я не понимаю, как эмоции и мысли могут быть материальными. На самом деле, разницы между эмоциями и мыслями не существует. То, что вы называете эмоцией, это на самом деле более сочная часть мысли. Не так ли? Если я думаю про кого-то, что это чудесный человек, то я буду испытывать к нему приятные эмоции. Если я думаю, что это ужасный человек, то я буду испытывать к нему неприятные эмоции. Могу ли я думать, что этот человек ужасен и испытывать к нему приятные эмоции? Могу ли я думать, что этот человек приятен и испытывать к нему неприятные эмоции? Нет, ведь как вы думаете, так вы и чувствуете. И наоборот, как вы чувствуете, так вы и думаете. Если вы испытываете неприятные эмоции к кому-то, то как бы вы ни посмотрели на него, все в нем будет казаться вам прекрасным. Да или нет? Замечали ли вы, что как только вы начинаете испытывать прекрасные эмоции, ваше мысль начинает вам говорить приятные вещи об этом человеке? Но допустим, завтра все приятные эмоции испарятся, и внезапно ваш разум начнет говорить вам, насколько этот человек ужасен. Да или нет? Потому что мысли и эмоции невозможно разделить. Мысли сухают, эмоции полно сока, но это одно и то же. Так что давайте не будем проводить такое различие. Но как они могут быть материальны? По-моему, вчера мы это уже рассматривали. В наше время можно измерить мысли с помощью приборов. Вы знали об этом? Можно подключить к вашей голове провода и измерить уровень активности вашего разума, ваших мыслей. Вы, наверное, слышали об этом. Не так давно меня подключали к одной машине. Я обычно не опускаюсь до подобных унижений. Я согласился только из одного социального нелепого проекта. И они подключили меня к машине. Они хотели изучить мои гамма-лучи или что-то в этом роде. Все приборы показали просто прямую линию. И они мне сказали, «Вы мертвы». Я сказал, «Хороший диагноз». Тогда они сказали, «Либо вы мертвы, либо ваш мозг не работает». Я сказал, «Да». Если мысли можно измерить, то они должны быть материальны, не так ли? Да или нет? Если их можно измерить с помощью материальной машины, это означает, что они материальны. Они могут быть более тонким аспектом физического, но они материальны. Ваши мысли очень даже материальны. Они о материальном, и сами они материальны. Они не могут существовать без материальности мозга. Не так ли? Если мы уберем ваш мозг, можете ли вы думать? Нет. Так что они очень даже материальны. Свет материален так же, как и лампочка. Не так ли? Свет невозможно пощупать, но он все равно материален. Он очень даже материален. Вам это может даже не понравиться. Ваши эмоции такие приятные. Как они могут быть материальны? Они материальны. Что не так с материальным? С ним все в порядке. Кто-то сказал вам, что с материальным что-то не так. С материальным все в порядке. Что не так с материальным? Материальное — это мироздание, не так ли? Да? Да? Только если вы испытываете мироздание как нечто очень прекрасное, только тогда Создатель приобретает для вас значение. Если творение ужасно, то творец должно быть еще более ужасен. Да или нет? Если это дело ужасно, то Бог должен быть просто невероятно ужасным существом. Не так ли? Да или нет? Вам это не нравится? Это ничего. Он ужасен. Когда вы говорите, что я и мое тело должны быть в согласии, мне это понятно, но разум может блуждать, мы с ним не всегда в согласии. Я сижу здесь, но разум может быть где-то в другом месте, так что иногда мы существуем раздельно, хотя иногда он со мной. Это мой первый вопрос. Давайте сначала разберемся с одним. Хорошо. Ваш разум тоже никуда не отправляется. Он здесь и только думает о чем-то. Но он по-прежнему здесь, не так ли? Ни ваше тело, ни ваш разум, ни вы сами никуда не отправляетесь. Они всегда составляют единое целое. Если вы хотите что-то сделать, вам нужно сделать то, что работает для всех составляющих. Вы не можете управлять ими по отдельности, они всегда вместе, не так ли? Ваш разум никуда не уходит. Вы что, потеряли его? Просто вас обманывает воображение вашего разума. Он находится здесь и что-то воображает. Разум никуда не девается. Но вы настолько отождественны и потеряны, что он думает, что разум куда-то отправляется. Разум никуда не уходит. Он здесь, не так ли? Вам необходимо понять следующее. Ваш разум продолжает создавать неконтролируемый бесконечный поток мыслей. Потому что вы отождествили себя с тем, чем вы не являетесь. Как только вы отождествляете себя с тем, чем вы не являетесь, ваш разум начинает работать без остановки. Вы идентифицировали себя с самыми разными вещами. И теперь пытаетесь остановить свой разум. Говорю вам, даже если вы будете пытаться миллион лет, этого не произойдет. Этого просто не может произойти. Если вы отбросите свои ложные отождествления, тогда увидите, что сразу же разум станет подобен зеркалу, не добавляя ничего от себя, просто отражая все, как есть. Вот каким должен быть разум. Ваш разум – это механизм, который работает наилучшим образом, только когда в нем есть ясность, не так ли? Ваш разум здесь не для того, чтобы придумывать разные нелепые штуки. В жизни это отвлекает. Ваш разум здесь для того, чтобы дать вам ясность и проницательность по отношению к жизни. Но сейчас разум – это одно сплошное замешательство. Просто потому, что вы отождествили себя с тем, чем вы не являетесь. И сейчас вы пытаетесь сдержать его. Это невозможно сделать. Вы съели плохую пищу, и теперь в животе возникают газы. вы не можете сдержать. Вы съели плохую пищу, и наступили последствия. Вы ошибочно отождествили себя со многими вещами. И теперь это продолжается без перерыва. Вы не можете это остановить, что бы вы ни делали. Если вы будете думать о Боге, то сам Бог отправится с вами куда-то. Вы сидите здесь и пытаетесь медитировать, но вы думаете о баре, ресторане, о друге, о кино, или о чем-то еще. Кто-то сказал вам, что надо думать о Боге, и все будет хорошо. Если вы будете думать о Раме или о Кришне, вы увидите, что вы идете с кино с Рамой или с Кришной. Такова природа разума. Сам Рама отведет вас в баре. Сам Рама отведет вас в ресторане. Вы не можете это остановить. Потому что вы идентифицировали себя с тем, чем не являетесь. Это невозможно остановить. Здесь мы не пытаемся контролировать разум. Мы хотим принести осознание того, чем вы не являетесь. Самое базовое отождествление – это ваше тело. Вы отождествлены с вашим телом, с одеждой, которую вы носите, с прической и с бородой тоже, не так ли? Вы очень даже отождествлены, не так ли? У вас бесконечное множество идентификаций – жена, дети, семья, образование, религия. Со всеми этими отождествлениями вы хотите, чтобы ваш разум был тихим. Так не бывает. Вот почему мы даем вам простой инструмент, который называется шунья. Вы создаете небольшую дистанцию между вами и вашим разумом. Как только появляется дистанция, даже если у вас очень активный разум, это не будет иметь значения. Вы разъединяетесь с разумом. Как только вы разъединяетесь с разумом, вы разъединяетесь со всеми своими отождествлениями, потому что их производит разум, не так ли? Так что не придумывайте ничего. Просто используйте этот инструмент. Что-то произойдет. Произойдет такое, что вы даже представить себе не можете. Если вспомнить историю нашей планеты, то конфликты на ней происходили постоянно, не только в нашей жизни. Люди спрашивают, почему сейчас только насилие? Насилие было на нашей планете всегда. Просто если сегодня в Ираке погибнут 50 человек, то кровь выплеснется в ваш дом через телевидение. Кровь в Ираке выплеснется в ваш дом, не так ли? Но тысячу лет назад, даже если бы в Ираке погибли тысячи человек, вы бы спокойно могли сидеть и наслаждаться своим завтраком. Потому что никто бы не сказал вам об этом. Сегодня СМИ фокусируются только на смертях, изнасилования, убийств и тому подобное. Ваш дом постоянно выплескивается кровь через телевидение или газеты. Но тысячу лет назад, даже если где-то погибло 10 тысяч человек, вы бы сидели и думали, что весь мир это Рама и Раджи. Даже в Рама Раджи царило одно насилие, не так ли? Да? Обман, насилие, зависть, ненависть. Вот ваша Рама Раджи. Рама ушел в лес. Почему? Из-за чьей-то зависти. Рама отправился на Шри-Ланку. Почему? Из-за чьей-то жадности, не так ли? Бесконечные сражения, сражения по пути, сражения на Шри-Ланку. Он сжигает там все дотла. Возвращается назад, но не может спасти свою жену, ему приходится отправить ее в их знание, в джунгли, где она умирает. Теперь вы все это превозносите, говоря, она ушла к земле. Но мы все только туда и идем. Туда, по-вашему, вы отправитесь? Думаете, что попадете на небеса? Вы тоже уйдете к земле. Но если мы отправим всех вас к земле прямо сейчас, то здесь превозносить будет нечего. Это было бы чудовищно, не так ли? Но Сита отправилась к земле, и вы это прекрасно знаете, потому что пять тысяч лет спустя все выглядят совсем по-другому. Но это просто ужасно, не так ли? Беременная женщина, женщина, которая вынашивает ребенка, и ни одного, двоих, может быть, они об этом не знали, но детей было двое. Отправить ее в лес на самостоятельное пропитание – это ужасный поступок, не так ли? Так что я хочу, чтобы вы знали, подобное было всегда. Вы просто не желаете этого видеть, вот и все. Насилие, жадность, злость, ненависть, проблемы – все это придумано не нынешним поколением. Это было всегда. Просто мы много говорим об этом как никогда раньше, потому что нам это доступно как никогда раньше. Мы получили возможность видеть то, что происходит на другом конце мира. Поэтому мы и говорим об этом. Другая причина, по которой мы говорим об этом – никогда раньше мы не были настолько оснащены для разрушения или созидания. Сейчас мы оснащены для разрушения и созидания, как никогда прежде, не так ли? Поэтому теперь мы должны немного больше думать перед тем, как что-то предпринимать. Было время, когда, если вы злились, вы могли просто взять палку, и либо вы убивали человека, либо он убивал вас. И это все происходило между вами двумя. Это всегда было дуэлью, но теперь это не так. В наши дни, если вы разозлитесь, то вы можете устроить конец света. Так что мы больше говорим обо всем этом. Но конфликты среди людей существовали всегда. Почему? Просто мы порабощены процессом выживания. Мы не способны посмотреть за его пределами. Мою близкую подругу полностью поглотил рак. Она очень-очень больна. Можем ли мы что-то сделать, чтобы она могла пройти через это? Что значит пройти? Вылечиться? Да. Или спокойно умереть? Чтоб она поправилась. Обрела бы мир. Я не хочу показаться равнодушным вашей подруге. Но я хочу, чтобы вы поняли. Все когда-то умрут. Мы не знаем только где и как. Не так ли? Если к вам пришла смерть, да, мы сделаем все возможное для того, чтобы выжить. Но если это не в наших силах, тогда мы должны научиться умирать достойно. Не стоит сражаться с этим бесконечно. Умереть таким образом – это ужасно. То, как люди умирают в западных странах – это ужасно. Даже несмотря на то, что им 85-90 лет, и они лежат в больнице, и у них торчат разные иглы и трубки. Ничего страшного, если вы умрете на два года раньше. В чем проблема? Гораздо важнее, чтобы вы умерли спокойно и достойно. Смерть – это последнее действие в вашей жизни. Разве не стоит выполнить его достойно? Мы должны научиться принимать смерть как часть нашей жизни. Мы не желаем смерти. Но когда она приходит, мы должны научиться проходить через нее с достоинством. Если есть возможность уберечься, прожить дольше – это хорошо. Но я вижу, что в домах престарелых в США многие люди живут дольше отпущенного им срока просто из-за медицинской поддержки. И это настоящая пытка, как для тех, так и для всех окружающих. Вы должны видеть, как с ними обращаются в некоторых домах престарелых. Без какой-либо причины. Через какое-то время они начинают раздражать работающий там персонал. Эти неживые, бродящие тела. Они ничего не понимают. Они все забыли. Фактически они лишились рассудка, потому что они живут дольше отпущенного им времени. Если бы не чрезмерная медицинская поддержка, то в определенный момент они бы умерли достойно, не так ли? Нет смысла растягивать это на месяц и еще на месяц. В этом нет никакого смысла. Но наше понимание жизни отличается. Мы думаем только о том, как ее продлить. Так что если тело повреждено до такой степени, что жизнь невозможна, то нужно научиться умирать достойно. Пусть этот человек поймет, что ничего плохого там нет. Это нормально. Настанет наша очередь. Если вы впереди меня, разве это не здорово? Вы всегда хотите быть в начале очереди, не так ли? Я не пытаюсь шутить над чьей-то болезнью, но мы должны понимать, где заканчивается одно и начинается другое, не так ли? Мироздание совершенно. Сейчас мир идеален? Вы сказали, что он идеален. Мир сейчас идеален? Да? Похоже, что вы хорошо позавтракали перед тем, как прийти сюда. Спросите об этом половину населения на планете. У тех, кому нечего есть за дня в день. Спросите их, совершенен ли мир. Когда желудок полон, мы придумываем одну философию. Когда желудок пуст, мы придумываем другую, не так ли? Сейчас мир идеален? Если вы преобразуете себя, вы сможете много сделать для мира. Если вы не можете себя преобразовать, вы будете только мешать миру, не так ли? Просто посмотрите на себя. Сколько у вас всякой ерунды? Это так или нет? Во мне нет ерунды? Нет? Вы проживаете все 24 часа в абсолютном блаженстве? У меня не грустно, голова у меня не забита мыслями, я не испытываю никаких трудностей. Жизнь еще не достаточно вас потрепала. Жизнь еще не достаточно вас потрепала. Спросите любого из присутствующих здесь, тех, кого потрепала жизнь. для них жизнь предстает в другом свете. Подождите какое-то время. Вы женаты? Это благословение или проклятие, Гуроджи? Итак, мироздание идеально. Мир идеально. Все хорошо со мной и с этим миром. Зачем что-то менять? Мы должны быть живем как в сказке. Если вы просто откроете глаза и посмотрите вокруг, не имеет значения, какой философии вы придерживаетесь. Вы увидите, что в мире царит невероятное страдание. Не так ли? Слишком много страданий. Если вы поставите себя на место кого-то из людей вокруг вас, я не говорю о ком-то струщок. Даже так называемые преуспевающие люди, внутри себя они испытывают невероятные страдания. В мире слишком много страданий. Если у вас есть глаза, то вы не сможете сказать, что мир совершенен. Если вы оглянетесь вокруг, вы увидите страдания, не так ли? Я не пытаюсь рисовать все в черных тонах, но страдания присутствуют. Не так ли? Многие здесь работают в больницах, а не врачи. Спросите их о страданиях их пациентов и об их собственных страданиях. Разве этого нет? Понимаете, принять чужое страдание очень просто. Но когда дело касается вас, то возникает проблема, не так ли? Теперь, когда вас самих съедает страдание, вы уже не можете говорить с такой же беспечностью, не так ли? Не так ли? Да. Поднялся один очень благочестивый на вид верующий человек и сказал, «Разве это все не воля Божья? Почему мы обсуждаем все эти проблемы и пытаемся все это изменить? Разве это не воля Божья? Да. Если чей-то живот пуст, это должно быть воля Божья. Если же пуст ваш желудок, то у вас будет своя воля. Будет или нет? Да. Так что половина населения планеты сейчас страдает. Но это ничего. Мироздание совершенное. Но если страдание приходит к вам, тогда мироздание несовершенно. Тогда вы хотите с этим что-то делать. Не так ли? Так что все, что происходит в Мадрасе, несовершенно. Если вы ничего не предпримете, тогда довольно скоро беда настигнет и вас. Не так ли? Да или нет? Если вы просто будете сидеть сложа руки, то скоро проблемы начнутся и у вас, не так ли? Кто-то умирает. Ничего страшного, это естественно. В конце концов тигр тоже ест козу. Но если завтра съедят вашего ребенка, тогда вы отреагируете по-другому, не так ли? Так что не занимайтесь какими-то философствованиями. Сейчас мироздание наполнено страданием. Когда я говорю «мироздание», я не имею в виду «мироздание» в широком смысле. Лучше сказать «мир». Если человек исчезнет с этой планеты, то все будет идеально. С этим я соглашусь. Тогда это просто естественный процесс. Но сейчас это не естественный процесс жизни. Мы создали противоестественный процесс жизни. Если тигр съедает козу, он съедает только одну козу раз в 15 дней. Вы знали об этом? Вы знаете, что тигр ест раз в 15-12 дней. Если охота будет успешной, то в следующий раз он ничего не будет есть. Но человеческая природа не отличается. Человек хочет убивать каждую минуту своей жизни, не так ли? Так что это не естественный порядок жизни. Если вы живете в соответствии с естественным порядком жизни, то когда ваш живот полон, ничего в этом мире вас не должно волновать. Но все обстоит не так. Ваша природа такова, что если ваш живот полон, то вы хотите владеть всем миром. Так что если вы не образумитесь, то однажды к власти придет кто-то, у кого будет достаточно могущества, и он не пощадит никого. Такое уже случалось в прошлом, не так ли? Даже сейчас таких людей много, включая вас, ждущих своего момента. Но, к счастью, вы не настолько сильны. Если все люди начнут стараться изо всех сил, если 6 миллиардов людей станут очень активными, то, судя по всему, судя по этой деятельности, которую мы ведем на планете, скорее всего, через 25 лет планете прнет конец, если все 6 миллиардов человек станут очень активными. Но половина из них ленива. Планету сохраняют ленивые, а это плохо, понимаете? Планету должны сохранить умные, но ее сохраняют ленивые, и они ни на что не годные люди. Это не очень хороший способ выживания, не так ли? Но сейчас так все и происходит. Все станет идеальным только когда мы умрем. Если мы живы, это не совершенство. С этим еще можно что-то делать. Не так ли? Да? Вы станете совершенным только когда отправитесь в могилу. Но пока вы здесь, с вами что-то можно сделать. Что мы и делаем. Это признак того, что мы живы, что мы верим, что еще есть пространство для улучшения возможностей нашей жизни. Разве этого недостаточно? Вообще-то внутри вас есть что-то, что никогда не будет довольствоваться тем, что у вас есть. Вы это замечали? Это так или нет? Вы можете пытаться подавить это себе разными способами, с помощью разных философий, но у вас ничего не получится. У вас есть что-то, что никогда не будет довольствоваться тем, что у вас есть. У вас есть что-то, что хочет всего. Оно не может довольствоваться ничем меньшим, чем бесконечность. Так что я говорю, почему бы нам не дать этому совершенно осознанное выражение? В любом случае это находит неосознанное выражение. Почему бы нам не дать этому осознанное выражение? Вот в чем заключается йога. Вы уже ищете это, но неосознанно. Мы хотим начать процесс, чтобы вы начали осознанный поиск. Вот и все, что мы пытаемся изменить. Не лучше ли искать что-то осознанно, чем неосознанно? Разве не лучше делать это осознанно? У меня вопрос по поводу сексуального влечения. А я думаю, что для мужчин это почти что непреодолимая природа, которую мы приобрели со временем. Я хочу спросить, если кто-то развивается духовно, становится ли его сексуальное влечение менее компульсивным? Понимаете, человек способен сделать осознанным каждый аспект своей жизни. Это относится к сексуальности. Вы можете сделать это и осознанным процессом. Как только это становится осознанным процессом, это перестанет определять направление вашей жизни. Это не будет чем-то, что бесконтрольно работает внутри вас. Это будет что-то, чем вы управляете. Вот какой должна быть жизнь человека, не так? Вы сами решаете все в вашей жизни. Вас не тянет к чему-либо. С какими только проблемами не сталкиваются люди из-за этого. Что это влечение компульсивное, не так ли? Если бы это был осознанный процесс, то они бы знали, когда, где, как и что, не так ли? Просто посмотрите на то, сколько сейчас происходит изнасилование. Не щадят даже маленьких детей. Это не назовешь нормальным, не так ли? Это что-то нечеловеческое. Это даже животное не назовешь. Это ниже животного, не так ли? Потому что это такая неконтролируемая сила. Да, это ужасно для ребенка. Но мое сочувствие распространяется и на насильника. Насколько далеко зашло его вырождение? Насколько компульсивен он должен быть, чтобы совершить что-то подобное? Чтобы человек мог опуститься до подобного? Насколько должна быть сильна в нем компульсивная сила, чтобы он мог сделать такое, не так ли? Это происходит потому, что в жизнь не был внесен осознанный процесс. Если бы только люди могли хотя бы 10 минут в день делать что-то осознанно, мы бы увидели, что все подобное заметно бы сократилось. Это бы очень сильно сократилось. Дело не в том, что им не хватает секса или что секс им не доступен. Они должны так поступать. Просто потому, что это неконтролируемая сила. Понимаете? И это встречается все чаще, не только где-то в одной стране, по всему миру. Это встречается все чаще. Не то, чтобы этого не было в прошлом. Пожалуй, сейчас это заметно как никогда. Но это было всегда. Люди, одеты в человеческое тело, но внутри себя, живут как абсолютные животные. Делают такое, что даже животное не осмелилось бы сделать. Не так ли? Люди делают то, что даже животное не осмелилось бы сделать. Это должен быть осознанный процесс. Это не должно быть влечение. Это не должно быть компульсивным влечением. Это может быть осознанным процессом. Как только этот процесс станет осознанным, вы можете решать, что вы хотите в своей жизни и в каком количестве. Вы сами можете решить, что вам нужно и что не нужно, не так ли? Даже если говорить о детях с умственными отклонениями, вообще такой ребенок страдает меньше, чем большинство других детей. Страдают родители, потому что их ребенок не такой, как другие дети. Страдают родители, потому что они знают последствия жизни такого ребенка в социуме. У него ограниченные возможности. Что с ним будет завтра? Родители беспокоятся и страдают от этого. Не так ли? Ребенок не страдает. У ребенка ограниченные возможности. Почему появились эти ограничения? Это определенный дефект производства. Вот о чем вы спрашиваете, не так ли? Да, как я об этом говорю, может прозвучать для вас очень жестоко. Это очень жестоко. Но не я создал эту жестокость. Такова жизнь, не так ли? Да? Ваш создатель жесток. Я только объясняю его жестокость. Я объясняю вам его жестокость. Не я создал эту жестокость, не так ли? Да или нет? Кто-то родился с половиной мозга. Не я создал эту жестокость. Но если вы говорите, что это работа создателя, то это жестокость создателя. Либо вы видите это как есть и думаете, что здесь можно сделать. Либо вы этого не видите совсем. Сейчас мы больше не называем их инвалидами. Мы называем их особенные дети. Они особенные. Они не такие, как другие дети. Они отличаются. Посмотрите на это с такой точки зрения. Это особенные дети. Вы думаете, что ваш ребенок инвалид только потому, что вы сравниваете его с другими детьми. В противном случае, это особенный ребенок. Допустим, вы печатаете деньги. За исключением серийного номера, все банкноты номиналом 100 рупий должны быть абсолютно одинаковыми, но одна 100 рупиевая банкнота получилась немного странной. Вы знаете, что коллекционер может заплатить миллион рупий за такую 100 рупиевую банкноту? Это особая, необычная банкнота. Вы ничего не сможете на нее купить, но тем не менее, это особая банкнота. И здесь то же самое. В ребенке что-то пошло не так, как обычно. Что-то пошло в другом направлении. Я лишь хочу сказать, что вам не нужно все превращать в страдания. Те родители, у которых нормальные дети, у которых на месте все руки и ноги, разве эти родители не страдают? Вы будете страдать из-за того, что ребенок не слушается или не делает что-то. Что он, по вашему мнению, должен делать, не так ли? Так что ваше страдание никак не связано с инвалидностью или благополучием. Вы страдаете, если что-то происходит не по-вашему. Или, другими словами, вы хотите, чтобы в мироздании происходило все так, как вы думаете оно должно происходить. Такого никогда не будет. Не имеет значения, как это придет к вам. В виде ребенка-инвалида или проголевшего бизнеса. Как смерть болезней. Не имеет значения. Но ваше требование, чтобы мироздание происходило в соответствии с вашим желанием, не может быть осуществлено. Чтобы предсказание сбылось, нужно начать работать над его осуществлением. Если люди должны жить счастливо тысячи лет, то мы должны заложить обстоятельный фундамент. Не так ли? Если люди действительно будут жить счастливо тысячу лет, вы ведь этого хотите? Начиная с этого года, а не с 2043. Уже лучше. Уже лучше. Если вы хотите, чтобы это сбылось и продолжалось тысячу лет, какой фундамент нам необходимо заложить? По-настоящему мощный фундамент, на который не повлияют процессы жизни. Жизненные процессы будут происходить в любом случае. Люди будут рождаться, люди будут умирать, у людей будут травмы, заболевания. Но это будет происходить, не так ли? Да? Кто-то, кто для вас является всем, завтра умрет. Все это происходит в наших жизнях, не так ли? Так что, если люди хотят жить счастливо, они должны научиться быть счастливыми, несмотря ни на что. В противном случае, быть счастливым просто не возможно. Потому что в жизни каждого есть всегда такое. Ваш ребенок выходит из дома, с ним может случиться все, что угодно. Мы этого не хотим, но это может произойти, не так ли? И просто сама мысль, что это может произойти, может вас подорвать. Не обязательно, чтобы это происходило на самом деле. Достаточно простой мысли. Мой ребенок вышел из дома, что с ним может случиться? Этого достаточно. Не обязательно, чтобы это происходило на самом деле, не так ли? Что касается предсказаний Ностердамуса, люди всегда предсказывают то, что произойдет через тысячу лет или через десять тысяч лет, потому что это очень просто. Можете ли вы предсказать, что произойдет через пять минут? Не можете. Сказать вам, что произойдет через десять тысяч лет, вам это интересно? Я могу все описать в самых подробных деталях. Но дело в том, что ни меня, ни вас здесь не будет, так что никаких проблем. Как некоторые люди становятся известными, кто-то предсказывает, что через сто лет в штате Тамилнад произойдет сильное наводнение. Вы слышали об этом? Люди взволнованы. Этот человек предсказал то, что произойдет через сто лет. Я говорю, пусть он предскажет, что произойдет в следующие десять минут. Почему только через сто лет? Если вы можете предсказать, что произойдет через десять минут, для меня это будет иметь значение. То, что произойдет через сто лет, не имеет для нас никакого значения. Через тысячу лет или, скажем, когда вы там сказали, в 2048 году, меня здесь не будет. Я так решил. Скорее всего, вас тоже. Хотя вы, может, и будете. Многих из нас здесь уже не будет. Люди продолжают делать такие предсказания. Однажды был такой случай. Обычно эти предсказания сбываются. Знаете почему? Когда-то, некоторое время тому назад, я был в Мангалоре. Вы знаете Мангалор? Не Бангалор, а Мангалор. Там есть один старый доктор, гомеопат. Я его знаю уже много лет. Он очень стар. Я решил посетить его. Ему было уже 80 лет, и он по-прежнему работает в своей клинике. Прихожу я к нему не как пациент, просто пришел навестить его. У него я вижу плакат, рекламирующий противоядие от всех видов змей. Антидот от змеиных укусов. В нем утверждается, что это противоядие помогает от укусов всех видов змей. Я спрашиваю этого доктора. Доктор, как же это возможно? Почему этот плакат вообще висит у вас в кабинете? Как одно противоядие может помогать от укусов всех видов змей? Потому что я знаю, что какие-то яды воздействуют на кардиоваскулярную систему, какие-то на нервную систему. Для каждого из них необходимо свое противоядие. Как противоядие может помогать от всех видов змей? Доктор отвечает. Понимаете, 90% змей в Индии не ядовиты. Так что в 90% случаев противоядие срабатывает. Если что-то срабатывает в 90% случаев, это довольно неплохой процент. Самое важное, что сейчас есть в мире, это человеческая осознанность. Появились грандиозные технологии. Чтобы все эти технологии могли пройти на пользу человеческому благополучию, в первую очередь, мы должны работать над самим человеком. В нашем распоряжении есть множество замечательных вещей, но если у нас не будет людей, находящихся на определенном уровне восприятия и мудрости, то все эти технологии могут обернуться огромной катастрофой для человечества. Если бы мы не были оснащены технологиями, возможно, нам не нужно было бы так беспокоиться об осознанности. У нас было бы еще лет 500 на глупость. Но только не сейчас. С нынешними темпами развития технологий, если люди не вырастут соответственно, мы превратим все в огромную катастрофу. Мы заметили, что мы постоянно стоим на грани катастрофы. Она может произойти в любую секунду. Поэтому, когда мы так сильно оснащены, когда с помощью науки и технологий мы превращаемся в гигантов, если бы вы были как муравьи, было бы неважно, куда вы идете. Вы могли бы вскарабкаться на кого угодно, не страшно. Но как только становишься гигантом, будь добр, вступай очень осторожно, а иначе каждый твой шаг станет катастрофой. Во многих смыслах человечество превратилось в огромного и могучего гиганта. Пришло время, когда нужно идти очень осторожно, с абсолютной осознанностью, иначе люди могут наступить сами на себя, и все закончится. Необходимо осуществить многое. Это не является моей миссией. Но если это не осуществится, я не умру неудовлетворенным. Для меня дело не в этом. Есть люди, которые еще в чем-то нуждаются. В любом случае, в жизни мы занимаемся разной ерундой. Просто давайте сделаем что-нибудь полезное. В любом случае, нам нужно заниматься какой-нибудь ерундой, верно? Вам ведь не усидеть на месте. Я могу спокойно сидеть на месте, а вы не можете. В любом случае, вам нужно что-нибудь делать. Почему бы вам не сделать что-нибудь полезное? Почему бы вам просто не сделать что-то, что изменит жизнь людей? Не нужно делать что-то для другого, потому что вы принесли обед. Я буду так поступать. Просто давайте проявляться в своей человечности, и все случится. Как можно не сделать этого? Как можно не поступить так, если ты принимаешь это как часть самого себя? Если исходить из такой позиции, это будет происходить без затруднений. А если взять на себя миссию, кто-то окажется вашим врагом. Какую бы миссию вы на себя не взяли, у кого-то будет другая, противоположная миссия. Поэтому не надо брать на себя миссию. Просто проявляйте свою человечность на полную. Произойдет все, что должно произойти, и все, что вы можете сделать. Если вы сами не можете поехать в деревню или пойти в трущобы и всем этим заниматься, когда этим занимается кто-то другой, просто сделайте хотя бы что-то, чтобы этому поспособствовать. Ночью, когда я вижу сны, я не могу понять, реальны ли люди в моих снах. Они выглядят реальными. Я могу разговаривать с ними, я могу прикасаться к ним. Но когда я просыпаюсь, я осознаю, что это была иллюзия. Относится ли это к моей жизни? Насколько реальна моя жизнь? Есть ли вероятность того, что однажды я проснусь, и все это окажется просто иллюзией? Все люди исчезнут. Проблема в том, что вы читаете отрывки изучения дзен. Понимаете? Отрывки дзен. Это опасно. Отрывки чего угодно. Это опасно. То, что вы говорите, в какой-то степени правда. Потому что ваша жизнь на 99% просто мысли и эмоции. Мысли и эмоции это только проекция жизни. Это не сама жизнь. Не так ли? 99% своего времени вы только думаете о жизни. Эмоция это тоже своего рода мысль, только она еще более сочная. Не так ли? Мысль суха, эмоция сочнее, но эмоция это тоже мысль. Не так ли? То, что вы думаете, это то, что вы чувствуете. Не так ли? Да? Не так ли? Теперь, если вы думаете, о, этот прекрасный человек, то вы будете испытывать приятные эмоции по отношению к этому человеку. О, это ужасный человек. Тогда у вас будут неприятные эмоции по отношению к этому человеку. Вы не можете думать, это прекрасный человек, и испытывать к нему неприятные эмоции. Вы не можете думать, это ужасный человек, и испытывать к нему приятные эмоции, не так ли? Потому что, что вы думаете, это то, что вы чувствуете. Мысли и эмоции не сильно отличаются. Это одно и то же. Это всего лишь мысли. Одна суха, другая полна сока. Поскольку она полна сока, она будет продолжать двигаться по инерции. Так что вы думаете, что она отличается. Сегодня вы можете подумать, это прекрасный человек. Завтра утром может сделать что-то, что вам не понравится, и внезапно вы начнете думать, это ужасный человек. Ваша мысль незамедлительно сделает поворот на 90 градусов. Эмоция не может развернуться так быстро. Она делает долгий разворот. Ей требуется несколько дней или даже месяцев. Но через какое-то время она присоединяется к мысли, не так ли? Да? Какое-то время она двигается по инерции. Эмоции не разворачиваются сразу же. Так что вы думаете, что они отличаются. Они не отличаются. Это одно и то же. Это просто мысли, одна суха, другая полна сока. Так что вся ваша жизнь – это просто мысли и эмоции. Это очень похоже на сон. Это и есть сон. Поскольку вы увлекаетесь дзен, то, возможно, вы слышали о Чжуан-цзы. Чжуан-цзы был великим учителем дзен. В его монастыре было много монахов, и он был признанным учителем. Внезапно, однажды утром, он впал в глубокое отчаяние. Когда монахи увидели, что их учитель находится в состоянии отчаяния, они сильно испугались. Если их учитель в отчаянии, то должно быть случилось что-то действительно ужасное, ведь обычно он очень радостный и любезный. Так что старшие монахи медленно подошли к нему и спросили, «Учитель, что случилось?» Он сказал, «Не беспокойте меня, я глубоко расстроен. Уходите». Они сказали, «Если вы расстроены, то для нас это подобно смерти. Пожалуйста, скажите нам, что вас расстроило». Чжуан-цзы сказал, «О, прошлой ночью в моем сне я был бабочкой». Монах ответил, «Что плохого в бабочке?» Мы были многими животными, иногда свиньями, иногда птицами, самыми разными животными. Это не проблема, бабочка, это очень даже неплохо. «Что плохого в бабочке?» Он сказал, «Идиоты, вы не понимаете, когда я был бабочкой, я летел по-настоящему. Я полетел и сел на цветок, я мог ощутить цветок, я мог понюхать цветок, я мог попробовать цветок на вкус, это все было реально. Сейчас я не знаю, то ли я Джуан-цзы, которому снится, что он бабочка, то ли я бабочка, которая снится, что она Джуан-цзы. Что из этого правда? Когда и то, и другое выглядят одинаково, реально. Когда вы живете просто за счет мыслительного процесса, то так все и есть. Он использовал это как метод, чтобы шокировать своих манахов и вывести их из духовного ступора, потому что люди читают сутры и тому подобное, они думают, что их чтение, их мысли — это духовность. Так что он пытался сломать их психологическую структуру, чтобы те вернулись к реальности. Если вы испытываете жизнь не мысль, не эмоцию, жизнь, если вы испытываете жизнь как таковую, то такого вопроса не возникает. Но когда большая часть жизни — это просто мысли и эмоции, это вполне себе сон, просто еще одна проекция. Я не знаю ребенка, который не хотел бы учиться, дети рождаются с невероятными, безграничными способностями. У них огромная тяга к обучению. Задумайтесь, что происходит в первые 18 месяцев их жизни. Дети учатся говорить, малыши за первые 18 месяцев учатся говорить, и никто их этому не обучает. Как родители, вы не обучаете ребенка говорить. Это слишком сложно. У вас не хватило бы времени, а у них терпение. Вы не станете сажать ребенка в полтора года и говорить, «Мы должны поговорить». А точнее, это должен сделать ты. Ты, наверное, заметил, что мы с мамой полтора года издавали всякие звуки. Среди них есть название вещей, это существительные, другие звуки — это не название, а то, что нужно делать с вещами, это глаголы. Если вы изменили звуки, можно сообщить, что делаешь, а что уже сделал. Сослагательные можно пропустить, в них никто не разбирается. Все происходит не так. Дети впитывают язык всем своим существом. Можно их подтолкнуть, направить, они вас копируют, но вы их не обучаете. И, кстати, если они растут в доме, они учатся говорить на шести языках. Дети обожают учиться, но все упирается в образование. В момент, когда мы решаем обучать их чему-то систематически. И многие ритмы, которые задают образование, находятся в противоречии с естественными ритмами обучения. Я предполагаю, что дети рождаются с невероятными врожденными способностями. У них огромная тяга познания, но все упирается в образование. И мне хотелось бы узнать, что об этом думает Сангур. Я разделил процесс образования на три различных аспекта. Те, кто меня окружает, до сих пор пытаются понять, для чего нужны три разных направления. Есть одна форма образования под названием Ишавидия. Возможно, вам что-то они показывали. Она создана для сельских жителей в Индии, положение которых таково. Они находятся в экономической и социальной яме, из которой не могут выбраться самостоятельно. Единственная перспектива для них – образование, которое позволило бы им обрести профессию. Но есть и те, кто относительно благополучен, и, возможно, в прошлом поколении они прошли через подобное. Но в этом поколении им не нужно думать о том, как зарабатывать себе на хлеб. Им важно расширить для себя границы возможностей. У нас есть домашняя школа Иши, которая выполняет эту роль. И поскольку такое образование стоит денег, там учатся только те, кто может себе это позволить. Не такие большие деньги, как здесь. Это дорого по индийским стандартам. Есть еще одна форма образования, при которой люди не заинтересованы быть частью той или иной системы. Они стремятся к раскрытию себя. Для них мы предлагаем Ишу сам встретить. Дети, в которой отсутствует какое-либо академическое образование, где изучают только музыку, танцы, изобразительное искусство, санскрипт, калори паяту, прародителя всех единоборств, а также йогу и английский язык, как пропуск в мир. Наблюдать за этими детьми одно удовольствие. Именно такими и должны быть дети. Если говорить вкратце, как это устроено, с 15-летнего возраста они ведут монашескую жизнь в течение трех лет. В обязательном порядке должны пройти, и в обязательном порядке закончить. Они не смогут остаться. Это необходимо для дисциплины и сосредоточенности. И я должен был инициировать этих 15-летних. В эти 60 дней они занимаются с 3.30 утра до 9.00 вечера. У них бывает 8 часов медитации, множество духовных практик и 60 дней непрерывного молчания. 15-летние дети, сохраняющие безмолвие. Я пришел их проведать в 3.30 утра. Все дети сидят неподвижно. Я смотрю на них, они буквально сияют. У меня нахлынули слезы, потому что я никогда в жизни не видел таких детей. В свои 15 я, конечно, таким не был. Даже близко не мог сравниться с тем, какие они сейчас. Но весь мир таким сделать невозможно. Это идеал, к которому нужно стремиться. Идея подобного школьного образования в том, чтобы развивать тело и разум. Без намерия вкладывать в них, какими они должны стать. Они могут становиться, какими им будет угодно. Важно лишь, чтобы тело и разум в человеке развивалось до максимума возможности. И главное в этом — внимание. Внимание ко всему без исключения и без предрассуд. Вот то, что мы стараемся развить детям, научить их быть внимательным ко всему в равной степени. Не делить мир на хорошее и плохое. На что-то хорошее, на что-то плохое, на что-то низкое, на что-то высокое, на что-то божественное, дьявольское, недостойное, освещенное. Напротив, вы учитесь быть одинаково внимательными ко всему. Вот что лежит в основе этой формы обучения. Комфорт и удобство пришли к нам благодаря тому, что мы научились обустраивать окружающий мир. Однако мы не достигнем благополучия, обустраивая мир вокруг. Если обустроить окружающую среду определенным образом, она станет комфортно и удобнее. Но благополучие ждет к вам только в том случае, если вы преобразите себя и никак иначе. Что бы вы ни делали с окружающим миром, вы никогда не сделаете его на 100% таким, как хотите. Ничто в вашей жизни не происходит на 100% так, как вы этого хотите. Не так ли? Лишь частично что-то происходит по-вашему. Что-то происходит по-моему. Ничего плохого там нет. Мир не такой, каким вы хотите его видеть. И ни один человек не может соответствовать вашим желаниям на 100%. Так? Ваши родители, ваши дети, ваш супруг, ваши друзья, ваш партнер, кто-нибудь из них соответствует вашим желаниям на 100%? Хоть один человек? Даже о вашей собаке нельзя так сказать. В наши дни они делают, что хотят, не так ли? Если никто не поступает по-вашему, не проблема. Проблема в том, что вот кто, не такой, как вы хотите, не так ли? Если бы вот этот человек был таким, как вы хотите, какими бы вы стали? Я спрашиваю. Если бы вы на 100% соответствовали своим желаниям, каким бы вы себя сделали? Счастливым или несчастным? Абсолютно счастливым, не так ли? Вы бы испытывали настолько приятные переживания, насколько это возможно, не так ли? Следовательно, в данный момент проблема заключается в том, что вы не соответствуете своим желаниям. Другими словами, ваше благополучие случайно. Если все внутри вас происходит случайным образом, то вы потенциальная катастрофа, не так ли? Во-первых, что вы называете собой? Когда вы говорите «я», что вы называете этим словом? Вы же не имеете в виду ваш дом, вашу машину, вашу одежду, не так ли? Когда вы говорите «я», вы говорите «вот об этом». Если все в вашей жизни происходит так, как вы хотите, за исключением вот этого, тогда вы страдаете, не так ли? Не имеет значения, какой деятельностью вы занимаетесь. Для чего вы занимаетесь бизнесом? Создаете семью? Строите карьеру? Что бы вы ни делали? Почему вы это делаете? Идете ли вы в храм или в бар? Вы делаете это потому, что стремитесь к своему благополучию, не так ли? Да? Кто-то идет в храм, потому что он считает, что найдет свое благополучие там. Кто-то идет в бар, потому что считает, что найдет там свое благополучие. Не так ли? Они ищут одного и того же. Оба ищут чего-то приятного. Некоторые люди хотят попасть в рай. Почему? Потому что в рекламе всегда говорилось, что рай – это очень приятное место. Если бы вам сказали, что рай – место неприятное, вы бы захотели туда попасть? Что бы вы ни делали? Хотите ли вы оставаться здесь или оказаться в районе, вы по-прежнему находитесь в поисках приятного? Это все хорошо. Но как я могу приятно себя чувствовать? Вы видели мою тещу? Вы видели моего начальника? Да, я все это видел. Особенно, если внешние ситуации становятся неприятными. Разве не становятся еще более важными, чтобы внутри вы испытывали приятные ощущения? Если по какой-то причине внешние обстоятельства становятся неприятными, не становится ли еще более важным, чтобы внутри вы испытывали приятные ощущения? Приятные ощущения, приходящие извне, зависят от множества факторов. Иногда у вас получается и совместить, иногда нет. Но для того, чтобы испытывать приятные переживания внутри себя, необходимо лишь одно – вы сами. этот единственный человек должен содействовать вашим желаниям. Окружающий мир не обязательно будет вам содействовать. Но я спрашиваю, готовы ли вы посодействовать своему собственному благополучию? За все прожитые годы вашей жизни сколько из вас провели хотя бы одни сутки в состоянии абсолютного счастья? было ли такое, чтобы за одни сутки вы не испытали ни одного момента тревоги, раздражения, гнева, беспокойства, чтобы вы прожили 24 часа счастливо? Очень и очень немногие могут ответить на этот вопрос утвердительно. Если один день в вашей жизни прошел не так, это можно понять. Но если ни один день не прошел так, как вы хотели, то что-то основополагающее в вашей жизни идет не так. Не правда ли? Да? Если не один день в вашей жизни не прошел так, как вы бы этого хотели, что-то основополагающее идет не так. Не так ли? Это происходит потому, что наша жизнь происходит по воле случая. Мы используем этот человеческий механизм, ничего в нем не понимая. Если бы вы сами сели в автомобиль, и не зная, что это за три педали, нажимали бы их, когда вам вздумается. Представляете, с какими рывками вы бы ехали? Именно это сейчас происходит. Дело не в том, что в своей жизни вы не знали умиротворения, радости, или счастья, или восторга. Проблема в том, что эти состояния неустойчивы, не так ли? Ваше благосостояние происходит рывками. Сейчас вы чудесны, в следующее мгновение вы неприятны, вот вы прекрасны, и тут уже ужасны, вот вы радостны. А что произойдет в следующее мгновение, и представить сложно? Именно так все происходит, не так ли? Насколько радостными вы были в возрасте пяти лет? Насколько радостны вы сейчас? Сколько радостных моментов вы переживаете в день? Их количество увеличилось или уменьшилось? Уменьшилось. Когда вам было пять лет, вы ничего не решали в своей жизни, вам приходилось делать все, что вам говорили взрослые. Сейчас вы говорите, как хотите, и все, что вы делаете, вы делаете из стремления к благополучию и радости, но радости становится все меньше. Не значит ли это, что в вашей жизни что-то основополагающее пошло не так? Сейчас здесь нет людей из того поколения. Если в сороковых годах у вас был автомобиль, то вместе с автомобилем вам нужно было брать с собой человека, двух помощников, чтобы заводить его с толкача. Если бы вы приобрели машину в 50-х годах, то хватило бы одного помощника, который бы заводил ее с пусковой рукоятки. Сейчас же все автомобили оснащены автозапуском, не так ли? Я спрашиваю вас только об одном. Хотели бы вы такие аспекты своей жизни, как умиротворение, счастье, любовь перевести на автозапуск? Или лучше с толкача? Я хочу услышать четкий ответ – автозапуск. Я лишь говорю о модернизации технологий. Но сейчас ваше внутреннее благополучие все еще требует толчка для автозапуска, не так ли? Если бы вы управляли им осознанно, вы бы существовали здесь словно сам Творец. Вы бы создавали свою жизнь такой, какой вы хотите. Так что, по-моему, самый важный технологический процесс, который нам нужен, состоит в том, что прежде чем начать конструировать окружающий мир, вы начали управлять собой так, как вы хотите. Если вы родились человеком, то просто выживания уже недостаточно, не так ли? Просто есть, спать, размножаться и однажды умереть для человека почему-то недостаточно. Будь вы каким-то другим живым существом, все было бы просто. В сытых желудок нет проблем. Но когда вы стали человеком, все изменилось. Пустой желудок – только одна проблема. Полный желудок – сотня проблем. Ваша жизнь начинается только после того, как вопрос выживания будет решен, не так ли? Сейчас вы, человек, вы постоянно стремитесь к чему-то большему. Чувство удовлетворения, тому, чтобы преодолеть границы. Мы разберемся с этим позже. Но сейчас, к чему бы вы ни стремились, самое главное, чтобы взяли собственные переживания в свои руки, не так ли? Когда вам было пять лет, у вас было вот такое лицо, оно сияло. Постепенно многие лица начинают вытягиваться. Не из-за бороды, просто так. Встаньте на любой оживленной улице своего города. Каждую минуту мимо вас будут проноситься сотни людей, многие из них за рулем автомобиля своей мечты. Но сколько радостных лиц вы увидите? Сколько? Если такие есть, то обычно это лица очень молодых людей. У людей старше тридцати лица обычно вытянутые. Почему? Для большинства их жизнь сложилась гораздо лучше, чем они могли себе представить. Для большинства из вас жизнь сложилась лучше, чем вы могли мечтать. Определенно вы живете лучше, чем ваши отцы и деды. С материальной точки зрения, да? Разве в материальном плане? Вы живете не лучше, чем ваши родители, дедушки и бабушки. Если только ваш дедушка случайно не был в Махараджи. Иначе дело не в том, что в вашей жизни что-то идет не так. И тем не менее, лица все равно вытягиваются. Почему? Если в поисках счастья вы будете пытаться перестроить весь мир, этому не будет конца. Но если вы сделаете разворот, то все уже прямо здесь, потому что основа ваших переживаний находится внутри вас. Так что мы будем учиться тому, как совершить такой разворот. Это простой метод, простая технология для того, чтобы обратиться внутрь себя. Если вы обратитесь внутрь и возьмете под контроль свои основы или источник своих переживаний, разве после этого не нужно будет говорить вам «Выбирайте радость, не выбирайте несчастье». Понадобится ли вам такое описание? Будет ли необходимым такое учение? Если бы у вас был выбор, вы бы определенно выбрали для себя счастье, и в этом нет никаких сомнений. В данный момент проблема в том, что вы потеряли возможность выбирать. Почему так произошло? Что вы не можете выбирать? Просто потому, что вы пытаетесь управлять этой системой, не понимая даже ее основ. То, что происходит внутри вас, не должно происходить по воле случая. Оно должно происходить согласно вашим намерениям, а не случайно, не так ли? Мы прибегаем к помощи различных вероучений лишь потому, что жизнь человека происходит по воле случая. Итак, это не система верования, это не философия, это не учение, это технология. Вам нужно лишь научиться ее использовать. Если вы не научитесь ей пользоваться, она не сработает. Обычно, когда мы говорим о медитации, по крайней мере, в Индии, мы имеем в виду дьян. Что такое дьян? Хотя лучше я буду использовать слово медитация, так понятнее. Когда мы говорим медитация, вы должны понять, это не то, чем вы можете заниматься, потому что вы можете стать медитативным, вы можете стать медитацией, но вы никогда не сможете заниматься медитацией. Это определенное свойство. Качество. Если это качество должно рассвести внутри вас, если медитация должна рассвести внутри вас, если вы культивируете свое тело, культивируете свой разум, свои эмоции и энергию, до определенного уровня подготовленности, медитация расцветет внутри вас. Если вы занимаетесь медитацией, все, что вы делаете, вы не можете продолжать без остановки, не так ли? Это так? Например, возьмем ваше дыхание. Вы занимаетесь дыханием или оно происходит? Оно происходит. Ваша жизнь, вы ей занимаетесь или она происходит? Оно происходит. Предположим, ваше дыхание или ваша жизнь будет отдана в ваши руки, чтобы вы и занимались. Допустим, ваше дыхание. Если вы разозлитесь на кого-нибудь, забудете подышать, не так ли? Да? К счастью, все жизненно важные процессы происходят сами. Вам просто остается сидеть здесь и наслаждаться процессом жизни. Из этого люди создают такую проблему. Так что, когда ваше дыхание не может быть отдана в ваши руки, когда основа вашей жизни не может быть отдана в ваши руки, как медитация может быть отдана в ваши руки? Но если вы создадите определенную атмосферу, медитация расцветет. Если весна в почве, если весна в солнечном свете, если весна повсюду вокруг, цветы расцветут, не так ли? Цветы не расцветут, если вы будете сидеть и раскрывать их вручную. так что если вы будете сидеть тихо и пытаться медитировать ничего не получится если вы создадите необходимую атмосферу вашем теле разуме эмоциях энергии медитация должна рассвести медитация это не поход куда-то это возвращение домой это возврат к вашей оригинальной природе вместо того чтобы быть на поверхности вы погружаетесь глубже в ядро нельзя сделать но можно сделать так чтобы это произошло что такое просветление что бы я не сказал вы можете понять это неправильно чтобы я не сказал просто обречено на то чтобы быть неправильно понятым но я попробую добиться минимально возможного непонимания именно по этой причине большинство наших осветленных никогда ничего не говорили потому что как только вы начинаете говорить вы просто обречены на непонимание вот почему я не говорю о других измерениях жизни я говорю только о методах вы познаете когда достигнете их сами например я хочу чтобы вы увидели нью-йорк если я расскажу вам все что я знаю нью-йорке он по-прежнему будет вам неизвестен так что просто пытаюсь собрать для вас автомобиль вы можете сесть в него и самостоятельно доехать до места назначения когда вы туда доберетесь и узнаете что это такое но до тех пор вы обречены воспринимать все чтобы я не сказал по-своему вы понимаете что-то только за счет того что уже знаете ваше понимание основано на этом такое понимание не имеет никакого значения если мы говорим о совершенно ином измерении жизни теперь что такое просветление допустим сейчас у вас есть тело но вы не принадлежите тело you're in the body у вас есть разум но вы не принадлежите разум вас есть всем я но вы не принадлежите сегодня вы в мире но вы не принадлежите ему тут о Preis 100 time но в то же время все является частью вас вы ни с чем не конфликтуете. Все является частью вас, но вы ничему не принадлежите. Каково было бы ощущать это? Вы не можете это себе представить, не так ли? Каково ощущать это? Допустим, вы прожили жизнь, не зная ни страха, ни злости, ни ревности, ни ненависти, ни тревоги. Вы постоянно испытываете блаженство, вы постоянно объединены, но в то же время вы всегда в ясном сознании. Каково было бы ощущать это? Вы когда-нибудь напивались? Нет? Вы все время объединены, но в то же время вы всегда вы в ясном сознании. Когда вы спите, вы все осознаете. Когда вы бодрствуете, вы находитесь в состоянии глубокого сна. Понимаете, о чем я говорю? Нет. Просветление означает, что вы преодолели ограничения материального мира. Вы преодолели ограничения, установленные материальным миром. Не ищите просветление прямо сейчас, потому что для большинства людей, или более чем 90% людей, достигших этого, момент просветления — это момент, когда они покидают свое тело. Как только ваши энергии достигнут такого пика, вы не сможете удерживать тело, вы его отбросите. Так что для большинства людей момент просветления станет моментом, когда они покинут свое тело. Только тот, кто знает все хитрости тела, тот, кто понимает механику тела, может его удерживать. Хватит на случай, чтобы удерживать тело, приходится идти на ухищрения, потому что большинство людей, достигших просветления, не прошли через такую саттхану. Они учатся только управлять автомобилем, они не знают, как собрать его из деталей. Так что они не способны удерживать тело. Для того, чтобы удерживаться в теле, им приходится прибегать к разным ухищрениям. Например, вы слышали про Рамакришну Парамасу? Рамакришна был необразованным человеком. У него было такое преимущество. На нему не повлияло образование. Он был совершенно не отесаный деревенщина, но с кристальным сознанием. Он был очень простым человеком. Он имеет большое значение для Соединенных Штатов, потому что его ученик был первым йогином, который приехал в Соединенные Штаты в 1895 году. В 1893, в 1893, Свами Вивекананда прибыл в Чикаго. Он приехал сюда в поисках вас. Другим йогином, который оказал не меньшее влияние на эту страну, был Парамаса Гьянанда. Он был учеником ученика Рамакришны. Так что они оба происходят из одной линии преемственности Рамакришны Парамаса. И оба приехали в Соединенные Штаты. Рамакришна был подобен Богу. Люди видели в нем Бога. Они поклонялись ему как Богу. Он был очень простым человеком. У него не было ни образования, ни манеры. Простым. Он был подобен Богу. Люди не могли не замечать в нем божественности. Но он был одержим едой. Просто сходил с ума по еде. Он мог разговаривать с группой своих учеников и посредине предложения сказать, подождите, я сейчас приду. Бежал на кухню и спрашивал у жены, что сегодня на ужин. Сарада, его жена, очень стыдилась этого. Как ты можешь быть таким? Люди видят тебя подобным Богу, а ты одержим едой. Даже меня еда не волнует. Почему ты только о ней думаешь? Рамакришна говорил, это все хорошо, но что на ужин? Даже она серьезно на него рассердилась и сказала, мне стыдно за то, как ты себя ведешь. Люди поклоняются тебе как Богу, а ты с ума сходишь по еде. Когда он сказал ей, настанет день, когда ты принесешь педхали. В хале в той части Индии называют большое блюдо. В Индии люди едят из таких больших блюд. Еду подают на большом блюде, на котором все уже разложено. Рамакришна всегда обедал на качелях. Это тоже, скорее всего, встречается только в Индии. Качели шириной в 2,5 метра, на них можно даже спать. Он всегда обедал, сидя на таких качелях. Однажды, когда ты принесешь мне обед, в хале, если я отвернусь, если я не проявлю никакого интереса к еде, это будет значить, что мне осталось только 3 дня. Однажды, через 7 лет после этого разговора, она принесла ему в хале, и он отвернулся. Сарада сразу все поняла и заплакала. Он сказал, незачем плакать, мое время вышло. Он просто использовал осознанное желание к еде как способ удерживать тело. Он не знал никаких других систем йоги, так что он использовал этот простой метод. Он просто постоянно создавал осознанное желание к еде. Все остальное исчезло. Без желания вы не можете существовать в этом теле. Все остальное ушло. Он начал создавать осознанное желание. Он все время думал о еде, осознанно, просто чтобы удерживать себя в теле. Такое осознанное желание можно отбросить в любое время. Когда вы чувствуете, что можно заканчивать, вы можете просто отбросить желание. Так что момент просветления будет моментом, когда ты погидаешь тело. Вот почему мы подводим людей к определенной точке и удерживаем их перед самым последним шагом. Чтобы они могли очень красивым образом послужить естественному ходу жизни. А когда придет время, мы освободим их от этого. Было бы хорошо отправить их прямо сейчас, но также хорошо, когда на планете живут развитые люди. Произошло нечто невероятное, я просто не мог в это поверить. Не то, чтобы этот садху, святой аскет, сделал это, но это произошло в его присутствии. Вы верите в такие вещи? Допустим, вы не знаете, что такое электричество. Допустим, вы этого не знаете. Когда-то люди не знали, что это такое. Не так ли? Допустим, вы ничего об этом не знаете. Теперь я скажу вам, если я просто нажму на определенную часть стены, то весь зал озарится ярким светом. Вы поверите мне? Вы поверите мне? Нет. Когда я просто прикоснусь к стены, внезапно весь зал осветится светом. Тогда вы подумайте, что я либо Бог, либо его пророк, либо его сын, либо еще что-то в таком духе, ну, понимаете. Такими словами, все, что вы не понимаете, все, что находится за рамками вашего понимания, для вас это чудо. Не так ли? Мы всегда ищем чудес. Я могу сотворить одно, кое-что сейчас. Вот эта бутылочка, как бы я ее ни подбросил, упадет только вниз. Почему вы смеетесь? Это чудо, которое открыли уже давно. Его открыл Исаак Мьютон. И до тех пор все падало только вниз. Но с тех пор это больше не чудо. Потому что теперь мы его понимаем, не так ли? Если вы не понимаете чудо жизни, если не чудо, можно рассматривать это с двух точек зрения. Одна точка зрения. Если вы посмотрите на что угодно, каждая клетка в вашем теле, каждый атом — это чудо, не так ли? Если судить по этому, как все функционирует, разве это не замечательное чудо, что вы сидите на этой планете и разговариваете обо всех этих вещах, когда она вращается с невероятной скоростью? Разве это не чудо? Разве это не чудо, что из двух простых клеток вы стали вот такие, и теперь вы можете задавать вопросы о самом процессе жизни? Разве это не чудо? Так что если посмотреть с одной стороны, то каждая частичка — это чудо. Если посмотреть с другой стороны, то чудес нет. У всего есть обоснование. Все в этой материальной реальности происходит по принципу причин и следствия. Когда вы не понимаете причину, когда вы видите только следствие, не зная причину, вы думаете, что это чудо. Но вся материальная реальность происходит по принципу причин и следствия. Это так? Так что можно посмотреть на это с двух лучших зрения. Точка зрения науки — чудес нет. У всего есть свое объяснение, у всего есть свое обоснование. С точки зрения мистики — все чудо, но между ними нет разницы. Мы рассматриваем все с точки зрения науки, потому что сейчас сильнейшим аспектом баз является логика, не так ли? Если вы попробуете отнести свою логику и быть мистиком, то это будет самообман. Вы можете угарить себе сколько угодно, но все равно что-то внутри будет беспокоить вас вопросами. Ваш разум развит до такой степени, ваш интеллект развит до такой степени, что вы не можете избежать вопросов, не так ли? Когда дело обстоит таким образом, то лучше подходить ко всему с точки зрения логики, по-научному. В противном случае, ваш разум не оставит вас в покое. Сегодня вы можете сказать себе на всю волю Божью. Завтра утром ваш разум внезапно задаст вам неудобный вопрос. Если вы недалекий, глуповатый человек, тогда вы можете так подумать. Но сейчас, когда у вас такой сложный разум, ставящий все под сомнение, вам не стоит говорить о таких вещах. Когда вы смотрите на все, что бы ни происходило, и всего должно быть объяснение, я могу сделать многое из того, что вы не можете. Вы подумаете, что это чудо. Это не чудо. Просто вы не понимаете, как это происходит. Так что вы думаете, что это чудо. Допустим, сейчас у вас есть какое-то заболевание. Если завтра утром оно пройдет, то вы и ваш доктор подумаете, что это чудо. Я не думаю, что это чудо. Во-первых, я думаю, что вы не имеете права быть больным. Понимаете? Вы создали заболевание. Как только вы станете осознанными, как только вы прекратите его создавать, оно прекратится, вот и все. Так что все, что находится за пределами вашего нынешнего понимания, выглядит как чудо. Я не понимаю такой дискриминации. Для меня все чудо. Субтитры создавал DimaTorzok